Есть встречи информационные, есть энергетические, есть информационно-энергетические. Вот сегодня у нас будет информационно-энергетическое. Как ты вот из китайского языка, с востоковедения, да, пришел к некому целительству, к обучению людей и так далее? Презин прекрасный день. В моей жизни произошло самое натуральное чудо. В чем вообще основа богатства человека? Как стать богатым? Деньги — это побочный эффект, который к тебе приходит от количества удовольствия, которое ты получаешь, и все. Что мне делать? Мне все-таки наслаждаться жизнью по полной вообще? Либо же все-таки идти в созидание? Когда ты находишься в целом в любви, ты живешь здесь и сейчас. И здесь и сейчас просто делаешь по максимуму то, что ты можешь, и все. И у тебя таких вопросов не возникает. Приходится, знаешь, уговаривать их зарабатывать деньги. Ребята, действуйте, выстраивайте канал связи с вашим, назовите Высшим Я, Божественной Сутью, как хотите. И старайтесь быть на высоких вибрациях, не залипая в них. И тогда все будет у всех хорошо. Ну все, тогда первый кадр, мы вот так вот чокаемся, да? Ну что, Ром, я тебя приветствую. Расскажи, где мы вообще сегодня оказались, что будет происходить? О, привет-привет. Да, давно не виделись. Давай, наверное, сначала представимся, да? Вдруг кто-то нас не знает. Меня зовут Роман Кокарев, я маркетолог и человек, который продвигает в основном онлайн образовательные проекты. Вот экспертов, психологов, коучи и так далее. Передо мной сидит Дмитрий. Наверное, лучше, чем ты, о себе никто не расскажет. Поэтому пару слов, чем занимаешься? Ну, я занимаюсь очень простой вещью. На самом деле, прежде чем о себе расскажу, я хотел бы всех наших дорогих зрителей сегодня благословить и пожелать вам от этого прекрасного видео. Не просто, знаете, вот набраться позитивной классной энергетики, а понять такую вещь, что есть встречи информационные, есть энергетические, есть информационно-энергетические. Вот сегодня у нас будет информационно-энергетическое. Поэтому всем желаю, прежде всего, хорошего настроения. Хорошее настроение – это залог крепкого иммунитета. Без него в наше время вообще никуда. И, собственно говоря, начнем. Значит, меня зовут Иванов Дмитрий. Чем я занимаюсь? Я помогаю людям осознать свою божественность. Я 8 лет болел при помощи работы с подсознанием. Мне удалось понять, как использовать ресурс нашего подсознания на исцеление, на привлечение партнера, на формирование вообще нашей реальности. И, собственно говоря, я теперь людям помогаю выходить из страданий. И, в первую очередь, через магию благодарности формировать свою реальность. То есть это моя основная деятельность. То есть она касается как проведения огромного количества там вебинаров, семинаров, различных встреч, так и невообразимого какого-то количества рилсов, коротких видео во все соцсети, где это можно делать. На данном этапе так пока что. По образованию переводчика китайского, соответственно, когда болел, попал в Шаолинский храм. Там много интересного изучил. И с тех пор вернулся обратно домой в нашу деревню под названием Ялта, да, Крым. И вот, собственно говоря, сейчас здесь нахожусь. Я перед нашей встречей вчера буквально листал нашу переписку и понял, что мы с 2019 года знакомы. И тогда мы как раз сконнектились с тобой на теме продвижения онлайн-школы китайского языка. Мы с тобой пробовали и такой проект вместе организовывать. Давай окунемся вот с того, с чего ты начинал. Как это начиналось? Да, да, да. То есть как ты вот из китайского языка, с востоковедения, да, пришел к некому целительству, к обучению людей и так далее. Причем я этого абсолютно не ожидал и не планировал это делать. Получилось все следующим образом. У меня было выстроено три бизнеса с Китаем. Там товарка различная, тому подобные вещи. И все было хорошо. Ну то есть у меня не было никакой необходимости. Но поскольку я проболел 8 лет, я об этом прямо смело всем говорю. Это были у меня трещины прямой кишки. Я делал две операции безуспешно. Ничего мне не помогало. Частые рецидивы герпеса были. И я стал читать огромное количество книг, литературы, как с этим справиться. И в один прекрасный день в моей жизни произошло самое натуральное чудо. Потому что, ну вот, когда я добрался до Шаулинского храма, когда я искал все-таки выходы из своей ситуации. Представь, ты живешь в дискомфорте 8 лет ежедневно. То есть качество жизни очень страдает от этого. Потому что тебе плохо, ты с болезнью живешь. И я прекрасно понимаю каждого, кто болеет какой-то хроникой, кто от этого страдает. И мне просто хочется помогать тем, кому необходимо от этого избавиться. То есть это такой внутренний посыл. Это как такая миссия души, которую я исполняю. И получилось так, что в моей жизни произошло чудо. Во-первых, я обучался медитациям в Шаулинском храме. И у меня не получалось ничего. Потому что там надо было просто сидеть. Просто сидеть на одном месте. В моем случае было очень сложно. А с чего ты решил вообще, что тебе нужно там медитацией обучаться? Потому что я прочитал о том, что многим людям медитации помогли исцелиться через переосознание того, что находится у них в голове. Вот. И у меня идет... Это была твоя последняя надежда такая, да? Да. Это была моя последняя надежда, потому что, ну, две операции, представь. Я их делал в Китае. Они дорогостоящие достаточно. По три тысячи долларов за каждую отдал. И толку никакого. То есть это операции по иссечению трещин прямой кишки. А все равно результата ноль. То есть со временем рецидивы и то же самое все происходит. О чем это стало говорить? Я стал изучать психосоматику. Но немножко вернемся к этой медитации, которую я с мастером изучал. Получилось так в один момент, что благодаря работе с образом этой болезни, то есть моей конкретно правильной работе, да, как меня тогда обучали, все исцелилось спустя три дня. Для меня это было, ну, чудо. Самое натуральное чудо. Я полгода, я не мог поверить, что все, у меня это прошло. То есть что я могу себя хорошо, замечательно чувствовать и как бы расслабиться, да, условно. И я решил это чудо дальше в мир нести. Я не мог остановиться, потому что я не мог поверить, что это так работает все. А как оно работает? Оно работает следующим образом. Я понял, что есть разные виды исцеления. Первое – это чудо действенное. Когда ты человека исцеляешь энергетически, работаешь с его травмой, у человека сразу все проходит. Вот в моменте, да, там практически какой бы тяжелой болезни ни была. Понятно, все зависит от запущенности физики, все индивидуально надо рассматривать, но есть чудо действенное исцеление. А есть исцеление в долгосрок, которое я сейчас практикую. Это исцеление через изменение мировоззрения. Так вот, в моем случае это была огромная гордыня значимости и презрение к другим людям. То есть на протяжении многих лет я все это испытывал, и Бог мне послал такую болезнь, чтобы я включился, пробудился, что-то переосознал. И потом произошло так, что я вернулся обратно в Ялту. Я вел всегда свой блог, соответственно, и рассказывал обо всем, что со мной происходило. И я начал в течение двух лет, вернувшись в Ялту, работать с людьми абсолютно безоплатно. Два года я проработал, а за эти два года я принял порядка четырех тысяч человек, даже, может, и пять. Это когда было? В какие годы? Ой, ну это получается сейчас у нас 2024, примерно 9 лет назад это было. Вот, какие-то у нас, получается, годы. Пять, 2015-й год. 15-й, 16-й, да. То есть я вот просто начал принимать, и параллельно я работал на фирме переводчиком китайского языка, на строительной. То есть и каждый раз я, получается, на этой фирме работал, а вечером я бежал и принимал людей. Потом начала происходить такая ситуация, что я принимал в день сначала одного-двух человек, а потом их стало по семь, по восемь. Ну, все же без оплаты, без никакой, как бы, а тех, кто страдают от чего-то, их много. Поэтому основная моя миссия, которую я сейчас несу, да, это избавление людей от страданий через призму принятия того, что нужно благодарить за то, что есть на самом деле, и уже от благодарности отталкиваться и формировать свою реальность. А вот у меня вопрос. А что ты с ними делал, вот, чтобы они исцелялись? Я их изучал. То есть основная задача была изучить, потому что я не понимал, единичный ли мой случай, где можно исцелиться через работу с подсознанием, понимая, что в тебе куча горды неизначимости. И я их изучал таким образом, что люди приходили, их погружал в измененное состояние сознания, тогда уже изучал основы гипноза, я очень много школ прошел гипноза разного, и, ну, тогда я просто расслаблял людей, соответственно, мы рядом сидели на удобных креслах, и просто сопровождал по их проблемам. Как это выглядело? Простейший пример, который был одним из таких ярких в самом начале практики. Женщина приехала с астмой из Турции. Она говорит, ну, мне больше некому пойти, я уже все перепробовал, ничего не получается. Мы погружаемся в расслабленное состояние, соответственно, и я ее спрашиваю, ну, я ей говорю, скажи астма. Она говорит, астма. Я говорю, где ты ее чувствуешь? Она говорит, в груди сжимает. Я говорю, пойди вниманием туда, вот где сжимает в груди, и посмотри, как это выглядит. Она говорит, гнилое дерево такое. Я вижу гнилое дерево, которое просто сгнило. И мы с этим образом поработали по определенным техникам, и так же в ее жизни произошло чудо. То есть она исцелилась от астмы за одну консультацию. И с тех пор я начал понимать то, что есть силы намного выше и сильнее нас, которые действительно нам в доступе каждому 24 на 7. И они нас всегда поддерживают, всегда нас любят, всегда открыты для нас, всегда простят. Эта сила не просто Бог, это его ангелы, его помощники, которые отвечают за определенные те или иные аспекты нашей жизни. Ангелы, потому что тоже есть разные. Я 5 лет писал работу по ангелологии, классифицируя их, общаясь с ними, понимая, как они работают. И те люди, которые говорят, что это сущий бред, ребят, значит, вы просто не сталкивались со сложными ситуациями, когда вы в полной безысходе, вы не знаете, как быть дальше. И поверьте, вы поверите во что угодно, лишь бы исцелиться. И все. В моей жизни это произошло, мне это включило, а теперь все поменялось. И вот я исследовал вот так вот примерно 4-5 тысяч людей, то есть с диким энтузиазмом, потому что техники все время улучшались, исцеление, время приема человека сокращалось. То есть, ну, если раньше это надо было 2 часа там с каждым примерно работать, то потом это дошло до получаса. Сейчас это в интернете я делаю, вы можете посмотреть все в свободном доступе, в разборах, это происходит вообще чуть ли не за секунды, потому что все начало ускоряться. И потом стали мне попадаться такие люди, каждому целителю неизбежно, ну, я еще раз повторюсь, я не собирался быть целителем. То есть эти, как бы, навыки открылись исходя из заболевания, только поэтому, да, то есть у меня не было таких целей, я даже не мог представить. Да, меня тянуло к какой-то мистике, к какой-то эзотерике с детства, ну, познать, для чего мы здесь, кто мы здесь, что мы тут делаем и так далее. Я думаю, мы об этом потом поговорим, потому что есть много интересного, чего хочется рассказать. И стали попадаться люди, которые не видят образы вообще, от слова совсем. То есть ты говоришь человеку, представь лопату, он не видит, представь маму, не видит, папу, не видит. То есть ничего он не видит. И тогда на одной из консультаций первый раз произошло так, что у одной женщины начался приступ эпилепсии. И я впервые увидел, ну, прямо говорить, энергоинформационную сущность, которая ее душила. С тех пор я начал классификацию и понимание того, через изучение демонологии, всего, как это работает, кто там может присутствовать, что такое биополя, и пошел дальше работать, соответственно. И сейчас вот по методике очищения от энергоинформационных сущностей прошло уже порядка тысячи, полторы тысячи человек прошло через это. То есть я даже пошел в университет, представь, в наш местный, для того, чтобы защитить работу. Я поступил туда, документы подал и хотел защитить работу, которая бы называлась «Влияние энергоинформационных сущностей на подсознание и здоровье человека». Ну, мне сказали, твою тему забанят, тебя не возьмут, я документы забрал. Ну, то есть я понимаю, что нету пророков в своем Отечестве, и тема как бы очень запредельная на самом деле. Что значит запредельная? Запрещенная, может быть? И запрещенная, и запредельная, потому что для понимания обычного человека, что какие-то сущности где-то существуют, как-то влияют. Слишком эзотерично. Слишком эзотерично. Но по моей статистике, 10 из 10 человек их в биополе имеют, причем в немалом количестве. Ты сам проходил очищение, ты все это знаешь, как это происходит, и свои результаты ты тоже знаешь. Дело в том, что у каждого из нас есть божественная суть. То есть когда мы приходим на нашу планету, нам приходится заземлять свои вибрации, чтобы войти в это тело, чтобы часть небольшая наша здесь побыла, набралась опыта для души в этой дуальности, соответственно. И вот когда ты очищаешься от этого всего, идет распаковка твоей божественной сути, тогда происходят самые великолепные события в жизни человека, потому что он наконец-то соединяется со своим божественным. У нас же здесь как? Матрица устроена великолепно, справедливо и шикарно. Она всех пытается вогнать в какие-то страхи, переживания, в какую-то низковибрационную энергию. Спрашивается вопрос, да, а кому эта энергия нужна? Вот как раз-таки тем, о ком я и говорю. То есть если некоторые говорят, это все выдумки, вот, например, люди говорят о привидениях. Вы думаете то, что наш мозг может сам придумать нечто и начать его конструировать? Это невозможно. Есть разные вселенные, мультивселенные, разные планеты, на которых существует абсолютно все, что мы себе можем придумать. То есть мозг не может вообще ничего выдумать, фантазии не существует. Он берет из того, что уже есть в нашем информационном поле. Это все существует. Ну, окей. На эту тему, кстати, можно поспорить в том плане, что наверняка человек может, он где-то видел это в фильмах или еще где-то, да, и он может это спроецировать потом на любой шорох там или какой-нибудь дичь, которая происходит, типа, да, вот, и ему кажется, что там какие-то привидения. Но на самом деле это просто его прошлый опыт ему как бы навязывает такую проекцию. Это тоже имеет место быть, потому что страхи формируются на уровне формирования нейронных связей. И поэтому человек к ним возвращается при малейшем шорохе, как в аудиальном триггере, и ему кажется, что это происходит. То же самое с болезнями. Вот элементарный пример человека там, ну, грубо говоря, укусила, допустим, там, собака, он боится всю жизнь собак. А по факту, когда она его кусала, где-то блымала какая-нибудь лампа там в виде аптеки, например, да, или звенел колокол. И каждый раз, когда он теперь звенит этот колокол или блымает лампа, а собаки уже давно нет, лет 15 прошло, у него включаются нейронные связи, которые были во время укуса, и у человека начинаются панические атаки. Это так работает. Это уже следующий уровень, то есть, работать с психикой. Хорошо, сейчас мы еще поговорим, да, про сущности и так далее. Я бы хотел чуть вернуться на шаг назад. Вот ты говорил про раскрытие некой божественной сути в каждом из людей, да. А давай попробуем сформулировать какую-то инструкцию, какие-то шаги, как можно приблизиться к тому, чтобы открыть себе вот эту божественность. Можешь? Инструкция, ну, она очень простая. Она должна заключаться в ценностях, которые у человека должны быть по дефолту прописаны, да. То есть, что это за ценности? А основная ценность, я считаю, у любого человека должна быть одна – это честность с самим собой. Если ты честен с самим собой, честно себе говоришь, что ты хочешь, как ты хочешь, где ты это хочешь, с кем ты хочешь и так далее, да, то тогда твоя жизнь выстраивается из сердца. Ты потому что живешь по своим, соответственно, ощущениям. Если ты живешь от ума, то у тебя выстраивается вся жизнь с точки зрения того, что тобой будет кто-то манипулировать и в свои желания тебя забирать. Потому что если мы возьмем даже одну компанию, какой человек энергетически самый сильный? Это тот, который имеет желания свои собственные, и за ним все идут. Те, кто не имеют желания и не знают, чего хотят, за ним никто не идет. А тот, кто что-то хочет… Лидеры, так называемые. Лидеры, так называемые, да. Поэтому инструкция здесь, ну, какая вообще? Смотри, мы же сюда на эту планету попадаем с какой-то целью, правильно? Цель одна – набраться опыта дуальности через призму восприятия, все через любовь. То есть, все такое, какое оно есть. Задача – принять мир таким, какой он есть здесь. Потому что наши модели мышления у каждого на своя выстраивают, ну, какие-то такие двухкомнатные модельки, как я люблю называть, по типу, алкашей быть не должно, наркоманов быть не должно, этого быть не должно, того быть не должно. И внутренне борются, и тратят огромное количество подсознательной энергии на внутреннюю борьбу с тем, чего в их модели мышления быть не должно. А на самом деле мир такой, какой он есть. Вот Бог его таким создал. Наша задача – его научиться принимать. Поэтому инструкция здесь в следующем, наверное, первый шаг бы заключался в том, чтобы человек просто определился, с чем он борется, что он не принимает. То есть, все, что мы не принимаем, мы на самом деле предъявляем просто-напросто претензии к Богу. Это гордыня самая натуральная. То есть, вместо того, чтобы, ну да, здесь есть это, здесь есть то, есть другое. То есть, на картины галереи, как будто ты идешь, увидел, тебе не нравится картина, пошел дальше. Но ты к ней не привязываешься ни эмоционально, ни ментально. И все. Поэтому тут, понимаешь, включение у каждого происходит. Вот я бы не хотел говорить к сожалению, потому что я своей болезни очень благодарен. За 8 лет я столько всего перечитал, столько всего узнал, что в обычном состоянии я бы, наверное, этого и не делал. Ну, а зачем? Все же хорошо, зачем? Поэтому включение происходит через какие-то сложные ситуации. У кого-то это болезни, у кого-то это там ДТП или потеря близких. У всех по-разному. В основном через кризисы происходит. Через кризис. Да, 100%. Поэтому тут однозначного одного алгоритма или инструкции быть не может никак. Человек просто либо включается, начинает познавать нашу реальность и задавать себе вопросы, что я тут делаю, для чего я пришел, либо просто плывет по системе и выполняет то, что от него система хочет, вырабатывая для нее низковибрационную энергию. Ну, наверное, это так. Давай, смотри, я подытожу то, что ты сказал. Получается, первый пункт – это быть максимально, тотально честным с самим собой. Второй пункт – это принимать мир таким, какой он есть. И третий пункт – задавать себе вопросы, для чего я тут, для чего я в этот мир пришел, как мне вообще себя реализовывать и так далее. Я правильно понимаю? Ты, как всегда, с позиции своей работы великолепно структурируешь то количество информации, которое я могу дать. Да, примерно так. У каждого это что-то свое, потому что вот сколько там людей на планете, говорят, 8 миллиардов, я не знаю на самом деле, никто не знает, сколько их. Но каждый является богом своей жизни. И у каждого своя реальность. То есть вот я об этом говорю. Поэтому алгоритмы у всех какие-то свои, но есть некие общие, о которых мы можем поговорить с точки зрения здоровья, богатства, отношений. Сейчас про общий алгоритм. Но вот смотри, получается быть честным с самим собой, принимать мир таким, какой он есть, и пытаться себе задавать вопросы, для чего я тут. Это все или что-то еще есть, чтобы познать свою божественность? Дальше ты начинаешь, конечно же, дальше есть. Дальше ты начинаешь понимать, что вообще никаких людей вокруг не существует. Ну, то есть есть ты, все остальное – это твои проекции. И все. Это звучит тоже опять очень эзотерично. Очень. А не с ней как-то более приземленно. Но это так и есть. Вот смотри, приземленно. Ты идешь раздраженный, тебя все раздражает. Ты идешь злой. Тебе такие же люди будут попадаться. То есть мы начинаем вибрировать, на одном и том же уровне оно и попадается. То есть мир, он зеркальный. У каждого свой слой реальности, но все эти слои друг на друга накладываются. Почему, например, когда ты один и обращаешь внимание на красивых девушек, их очень много в поле. Потом ты женился, почему-то они куда-то пропадают. Они реально исчезли из физики? Где они делись? Или то же самое, например, ты на бомжей смотрел, они тебе не нравились. А сейчас фокус внимания сместил и относишься к ним проще. Они что, опять исчезли? Ну, в твоей реальности их уже нет. То есть это так работает. Это особенно с мозга. Не помню, как это называется, этот эффект. Но это научно обоснованно уже даже факт. Наука, она очень много чего балаболит, но по факту она выдвигает некие аксиомы, которые не поддаются типа сомнению. Вот там, например, есть гравитация. Почему она не объясняет, почему она есть? Там тела там притягиваются друг к другу, типа. Почему? Она тоже не объясняет. Просто притягивается. Земля круглая. Земля там круглая или там плоская. Вообще по барабану на все это абсолютно. Потому что следующий этап – это взятие ответственности за свои мысли и за свою реальность, в которой ты живешь. Это интересно. Не которое у нас происходит в телефоне, где нам навязывают, типа, о, смотрите, там, Джозеф Байден снялся с поста. Что теперь будет? Ну, это вообще не важно. Ты этого Джозефа видел хоть раз в жизни? Может, это вообще виртуальная картинка, и его в принципе не существует. То есть никто об этом не знает, понимаешь? Ну, то есть я понимаю, что сейчас прозвучит это по-сумасшедшему, но для моей реальности, для моей личной, вообще это никакой роли не играет. Это, ну, просто какая-то информация, которая меня захламляет. Дело вот в чем. Информация, она является энергией. И обрати внимание, психическая энергия у людей с 2012 года очень сильно растет. Как это выражается? В ускорении процессов выражается. То есть некоторые думают, о, эра Водолея пришла. Да не пришла никакая эра Водолея. То есть идут просто определенные процессы, в которых человечество через техногенное развитие пришло к технологиям, которые заставляют нас уже быстрее мыслить, но и мы быстрее свои уроки проходим. То есть все быстрее мыслить в каком плане? Много информации. Информация есть энергия. Пустая информация — это политика и экономика. Вот мы, если про нее будем постоянно говорить или следить за новостями, мы будем, скорее всего, где-то напрягаться, где-то сжиматься и испытывать не очень хорошие эмоции. Значит, мы не можем ее исправить, эту информацию. Есть ли смысл за ней наблюдать? Полагаю, как бы вопрос риторический, правда? А вот информацию о том, как, допустим, развить свое дело, как прийти в продвижение, как сделать так, чтобы больше людей узнало о том, о чем ты говоришь, как еще больше людей исцелить, как в своей жизни сделать так, чтобы твой финансовый доход улучшился, как выстроить правильные отношения с родными и близкими. Это ли неинтересно? Для меня это. Потому что я эту информацию беру и могу применить. То есть вот взять и применить, сделать. А информацию, которую я слушаю, не могу никак применить, она для меня эзотерическая. А вот то, о чем я говорю, например, когда я говорю об ангелах или о Творце, да, я это чувствую очень. Это очень, как сказать, изнутри идет. Это невозможно объяснить. Когда у человека выстроен канал связи с Богом, ты совершенно иной. Ты вообще другой. То есть да, люди видят, ты какой-то блаженный на приколе, типа, якобы, но ты вообще в других вибрациях живешь. Ты не живешь в вибрациях вот этих вот страданий, переживаний и так далее. Ты осознанно думаешь о том, чего ты хочешь, и это в твоей жизни реализуется. Через призму того, что ты поглощаешь правильную для тебя информацию, которую ты можешь применить. Поэтому если ты информацию не используешь, которую ты получаешь, она начинает использовать тебя, захламлять твое сознание, подсознание, и разрушать тебя начинает. Вот это очень крутой тезис. Суперважный, я считаю. На нем прям стоит его подчеркнуть, да. Что для того, чтобы формировать свою реальность, формировать событийность, да, нам нужно как бы поглощать тот контент, который нас как-то продвигает к тому, что мы хотим, да. Да. И тут мы должны еще дальше пойти и понять, что наша реальность вся, она формируется нашим внутренним состоянием. То есть это мысли, эмоции и чувства. И понять вот такую штуку очень важную, что вот эти вот мысли, которые являются нашими убеждениями, они живут на ментальном нашем теле, они действуют на астральное тело, на наши эмоции. Астральное тело на эфирное уже воздействует, и то на физику. И физика в самую последнюю очередь, соответственно, болеет или как-то страдает. Потому что на эфире живут вот те самые энергоинформационные сущности, на астрале наши эмоции и чувства, на ментале, соответственно, наши убеждения. Поэтому мы вот можем взять фильм «Матрица», за пример, «Агенты Нео». Это убеждения. Их огромное количество. Они в нереальном количестве. Что они делают, эти убеждения? Они разделяя и властвуй. По типу «Ты сыроед, я мясоед». Ты там, я не знаю, чем-то увлекаешься, я против этого и так далее. Вечно этот разделяя и властвуй. А по сути дела это никакого смысла все не имеет. Мир такой, какой он есть. Вот этот человек любит этим заниматься. Хорошо. Этот этим. Хорошо. Вот в этом суть приятия самая такая главная. Супер. Я предлагаю немного приземлить вот это все знание. Потому что оно классное, оно интересное. Но наверняка нашим уважаемым телезрителям было бы интересно узнать, как это на практике применимо. И вот я хочу зацепиться за тезис. То, что когда мы формируем свою реальность, для чего мы это делаем вообще? Вот наверняка многим людям интересно формировать реальность для формирования своего благополучия. Чтобы быть более счастливым, чтобы быть более благосостоятельным, богатым и так далее. Давай вот эту тему немножко разберем. То есть как ты видишь, в чем вообще основа богатства человека? Как стать богатым? Как тебе такой вопрос? Первые три буквы – это и есть ответ. Бог. То есть приблизиться к уровню принятия мира таким, какой он есть. Я не рассматриваю вообще богатство с точки зрения денег, потому что лично для меня деньги никогда целью не были. Никогда. У меня нету ставки на деньги, потому что я считаю, что если у тебя есть ставка на деньги в твоем деле, то ты расходный материал для этого дела. А если у тебя ставка на получение удовольствия от дела, ты от него кайфуешь. Вот, например, как я. Я обожаю с людьми работать. Мне это очень нравится. Я обожаю, когда у людей раскрывается божественная суть, когда они исцеляются. Нет ничего дороже этого. Когда человек тебе искренне благодарен за то, что ему получилось избавиться от болезни. Знаешь, какие-то ощущения? Это потрясающая высоковибрационная энергия, ну, в принципе, на которой я живу каждый день и которую за счет своей работы получаю. Поэтому богатство я рассматриваю с точки зрения того, что у человека в первую очередь крепкое здоровье, во вторую очередь правильно выстроенные отношения, ну, гармонично хотя бы как-то с родными и близкими. И только в третью очередь это, наверное, уже какой-то материальный достаток. То есть деньги – это побочный эффект, который к тебе приходит от количества удовольствия, которое ты получаешь, и все. Поэтому для того, чтобы его создать, нужно делать ставку на удовольствие от процесса. Удовольствие – это и есть привнесение любви в этот мир. И вот сейчас вот как раз-таки идет эта энергетическая перестройка. Я думаю, ты ее почувствовал, да, тоже в своей жизни. Все как-то ускорилось. И что сейчас стало работать? Кто каких-то гадостей желает? Вот, например, я, откровенно говоря, своим хейтерам там вообще не завидую, которые там гадости мне пишут. Нет, я объясню, почему. Потому что если человек под юрисдикцией светлых сил находится и больше контактирует с ангелами и с богом, то он очень ответственный за каждую мысль. Я не позволяю себе плохо думать о других людях. Я знаю, что с ними происходит. Ну, и ситуация очень нехорошая. Я никого не запугиваю. Я всегда о всех думаю хорошо. Я всегда над всеми держу луч божественной любви и света и желаю всего хорошего. Но к тем людям, которые работают через высшие светлые силы, предъяв намного больше, чем те, кто там бегают, грубо говоря, под юрисдикцией темной. Спрос больше. Намного больше, да, соответственно. Поэтому для того, чтобы создать богатство, в первую очередь, это честность с самим собой. Второе, это принятие наихудшего, наилучшего варианта развития событий. Третье, это взятие ответственности за свои мысли, за свою жизнь. Четвертое, это первые 10 желаний, ну, хотя бы на себя иметь. Когда ты чего-то реально хочешь, и ты к этому идешь. Пятое, это понимать, зачем тебе эти желания, объяснить мозгу, почему это тебе надо. Ну, и так далее, и так далее. То есть это целая система. Смотри, вот ты до этого сказал про такой тезис интересный, что нужно получать удовольствие от того, что ты делаешь. Ну, вообще удовольствие от жизни, как бы, и вот тогда деньги придут и все такое. Но, возможно, кто-то скажет, так вот, там какие-то, знаешь, неблагополучные элементы, которые там где-то живут в палатке возле моря и кайфуют, там всякие хипари, бомжи, да, они же тоже получают удовольствие от жизни. И, как бы, где там богатство? Ты знаешь, очень многие люди, которые имеют огромное количество денег, они-то не особо счастливы. То есть количество денег, которое к человеку приходит, оно приходит под внутреннюю энергоемкость человека. Если вот есть такая история про короля и шута, когда шут захотел стать очень богатым, и король его одарил, он говорит, ты меня веселил всю жизнь, а теперь я тебя одарю, ты будешь жить богатым. Он его всем одарил, шут, прогулял все это богатство спустя полгода и остался таким же шутом. Потому что уровень приятия личности шута, того богатства, которое пришло, не соответствует этому богатству, и все. Поэтому каждому человеку дается ровно столько денег, сколько ему необходимо. Я сейчас очень важную вещь скажу, с точки зрения того, сколько он готов принять, чтобы не зазнаваться. Потому что основной фактор разрушающей богатства – это гордыня и значимость, когда ты на людей смотришь свысока и думаешь, что ты такой весь бог замечательный. Всех таких богов замечательных жизнь лицом в грязь прокидывает очень быстро и легко. Вот и все. Если, допустим, вот они живут, эти хипари, пускай живут, молодцы, им же хорошо, то есть они в этом не нуждаются. Я говорю, смотри, хочу не противопоставить одних другим, а скорее понять, как эта система работает. То есть ты говоришь, что классно, когда ты получаешь удовольствие от жизни, но где грань между праздным существованием и получением удовольствия? И все-таки жизнью, когда ты причиняешь пользу людям, этому миру, и мир тебе, при этом получаешь удовольствие, и мир тебе, соответственно, посылает несметные богатства. Где эта грань? То есть что мне делать? Мне все-таки наслаждаться жизнью по полной вообще, либо же все-таки идти в созидание? Понимаешь? Да, я вопрос понял, но опять же, я бы его чуть-чуть скорректировал, если ты не против, потому что вопрос задается, как правило, из страха данный. Когда ты находишься в целом в любви, ты живешь здесь и сейчас. И здесь и сейчас просто делаешь по максимуму то, что ты можешь, и все. И у тебя таких вопросов не возникает. Я задаю вопрос, исходя из того, что могут себе подумать люди, и так, скорее всего, 90% думают, что давай разберемся, потому что это прям очень важно, на мой взгляд. Хорошо. Давай только по конкретике пройдемся. Берем конкретного человека с конкретным делом. Я просто расскажу, каким должно быть внутреннее состояние, чтобы человек пришел и к материальному богатству, и получению удовольствия. Ну, допустим, картины, например, рисует, да? Ну, давай возьмем художника, да. Художник не знает, как их продавать. Первое. Во-первых, художнику нужно проанализировать себя на денежные убеждения, какие есть. Может быть, деньги для него вообще это грязь. Его подсознание будет финансировать ситуацию, где деньги в виде грязи будут к нему прилипать? Я думаю, нет. Правда? Ну, второе. Ему нужно задаться вопросами относительно того, как выстраивать продажи этих картин, кто их покупает, что это за люди и так далее. А третье — это вкладывать… Ну, это не третье, это нулевое. Самое первое, самое главное. Вкладывать по максимуму удовольствие, когда ты пишешь картины. Потому что картины самые дорогие, они почему самые дорогие? Туда энергетика вложена, трансформирующая. Вот в чем момент всех артефактов. Я очень много артефактов изучал, которые на нашей планете существуют, магических. И я вам хочу сказать, что там первичная энергетика. Везде всегда первичная энергетика. И если, допустим, у человека, который пишет картины, внутренний есть потенциал к тому, чтобы дело дальше росло, чтобы от получения денег он получал еще больше удовольствия и радовал других людей этими картинами, то это супер. Но если он рисует эту картину и думает, как бы продать о деньгах, шедевра не выйдет. Вот давай любой другой пример. Ну давай этот, смотри, очень интересный пример на самом деле. Можно чуть-чуть еще копнуть, либо подойти просто с другой стороны. Вот в таких примерах, знаешь, тоже можно сказать, что есть же гениальные художники, у которых там большая энергия любви вложена в картины, но они не продаются почему-то, эти картины. Так ничего вообще удивительного, все легко объясняется. Надо этого художника взять и вообще поговорить с ним, как он к деньгам относится. Очень многие люди, а, боятся денег вообще и считают большими деньгами деньги, которые вообще небольшие для продажи этой картины. Б, они их полностью отрицают. С, они вообще к ним не готовы. И все, и тогда мы все поймем, все на место станет. Каждый человек так разбирается. Дело в убеждениях. Конечно, еще раз, да, убеждение влияет на эмоции, эмоции на тех, кто в биополе находится, если есть они, а потом уже на физику, соответственно. То есть вот в чем ты убежден, так с тобой все и происходит. Если ты убежден, что мой мир обо мне заботится, ко мне приходят самые наилучшие и классные клиенты, мы работаем и все получают результат. У меня все происходит великолепно, деньги приходят ко мне легко и часто, деньги любят меня, я денежный магнит, я все могу. Понимаешь, если ты так мыслишь, вот смотри, где я нахожусь сейчас. Я нахожусь на высоких вибрациях относительно всех этих мыслей. Я в них не верю. Я знаю то, что так в моей жизни происходит. Потому что знания от веры отличаются тем, что знания не подразумевают сомнений. И все. Поэтому все желания, они исполняются на высоких вибрациях. Если ты сидишь и, грубо говоря, всем недовольный, то о каких вообще исполнениях желания может идти речь? Если ты на эти вибрации высокие выходишь, я не говорю, что на них зависать надо, я не об этом, но я сейчас очень важные ключевые вещи говорю. Если ты сидишь и жалуешься на жизнь постоянно, то не так, все не так, пятое, десятое, что ты можешь сформировать на этой энергетике? Ничего. Ты будешь всегда в проигрыше, в полном. Какой-то мрак только, если можешь сформировать. Полнейший. Есть выпуск в трансляциях на Ютубе, называется «Магия благодарности». Кто не видел, посмотрите. Потому что в первую очередь надо благодарить, что у тебя есть руки-ноги, ты вообще просто дышишь. Это великое счастье, это просто потрясающе, что это есть. Многие этого не ценят. Потому что посмотреть на людей в Африке, которых, извини меня, вода начинает бить, и то счастье, которое они испытывают, ни с чем неоценимое счастье. Или люди, которые без ног, без рук. Ник Вуйчич, да, тот же самый. Посмотри, он пример для многих людей. А теперь представь, эти страдающие вечно, у которых руки-ноги есть, и они страдают, что что-то не так. Не говорит ли это о гордыне? Смотри, получается, что, как мы выяснили, для хорошего благосостояния очень важно состояние. То есть состояние первичное. Вот те самые высокие вибрации, про которые ты говоришь. А ты можешь дать какой-то совет или, опять же, алгоритм, как к этим высоким вибрациям прийти? Что нужно делать? Ну, первое, вот то, о чем я и сказал, это осознать, что у тебя есть руки и ноги. То есть начать радоваться простым вещам. Да. Это потрясающе хорошо. И когда ты этим простым вещам радуешься, нужно ставить мыслемаркер и осознанно благодарить за то, что у тебя есть. Пришла небольшая копеечка – поблагодари. Пришло какое-то дело или встретился замечательный человек – поблагодари. То есть благодарное сердце, оно ни в чем не нуждается, понимаешь? И когда у тебя нет желаний, то к тебе все приходит. Потому что ты не накапливаешь потенциал важности относительно этих желаний. И все приходит просто потому, что тебе это необходимо. Я же не говорю о том, что надо на диване лежать. Например, я в моей сфере очень много тружусь. Но я это делаю не потому, что мне это в напряг или, о боже, мне надо там какое-то видео закинуть. Я кайфую. Я получаю огромное удовольствие. Потому что те люди, которые ко мне потом присоединяются, с которыми мы контактируем, они немножко проникаются моей деятельностью и понимают, что да, все, оно так на самом деле и есть. И все. В моей просто жизни спусковым крючком было это непосредственно болезнь. Не более того. Так-то все смотрят, ой, что там этот молодой человек может рассказать, он молодой. Но не забывайте про возраст душ. Как бы это основа первостепенная на самом деле. Слушай, а ты вот говоришь, у тебя есть какая-то энергия на то, чтобы делать, да? То есть ты просыпаешься, сразу там, ну, куча мыслей, что можно сегодня сделать, как созидатель. Я просыпаюсь и думаю, жопу ребенку своему. Вот что я делаю. Всегда. Он ко мне приходит, я ему мою жопу, потом мы пьем чайную церемонию, я его учу общаться с ангелами. И, соответственно, с ними взаимодействовать. У меня весь дом в ангелах. Там много картин, я у художников заказывать люблю. Много фигурок разных. Свечи им все доставлю, общаюсь, молюсь. Так у меня начинается день. Слушай, мне нравится. То есть ты не такой отлетевший, как может показаться. А я вообще не отлетевший. То есть я очень жесткий, я знаю, чего я хочу. Могу нахрен посылать спокойно. Я, ну, не какой-то там, знаешь, там, во-первых, я никакой не гуру, я никакой не мастер. Я обычный пацан. Просто я решил вспомнить о том, кто я есть реально. И все. И я к этому всю жизнь шел. Я читал вот книги Майкла Ньютона с этим враньем. Все его обожают. Привет вам. Значит, прикол в чем? Он проводит регрессивный гипноз. Люди видят там дракона какого-то в этом регрессивном гипнозе. Но никто не догадывается, кто этот дракон на самом деле. Вот и все. А когда я узнал, что, извините меня, все наши души вообще закабалены по полной программе, и ты умираешь, и опять крутишься, и попадаешь как бы в это колесо сансары, то я подумал, а может быть рассказать реально людям. И представь, я приезжаю, самый молодой там выступающий на одном из там бизнес-форуме, который в Форосе проходил, и у меня тема деньги. Я говорю, ребят, я 10 минут расскажу, мне не очень интересно. У меня на Ютубе есть видео, смотрите, пожалуйста, я все там рассказал. Я вам расскажу, что реально с нами происходит. Я бомбил три часа, и никто даже на обед не пошел. Знаешь почему? Потому что все с потусторонним сталкиваются, только не знают, с кем об этом поговорить. А те, кто говорят, да ты сумасшедший, туда-сюда. Во-первых, я к этому привык, мне на это абсолютно все равно. А второе, человек просто не может расшириться на определенном этапе своей жизни до того, что существует нечто намного большее. И я это воспринимаю нормально, без всяких там моментов. Но опять же, ну как бы в лицо-то никто не может подойти и нагрубить. Понимаешь? Это же другое дело. А в интернете это очень смешно все. То есть опять же, почему люди грубят? Они же бумеранг такой посылают, да? То есть представь какие-то несчастные люди, которые пишут хейт. Это очень несчастные люди. У них есть время на то, чтобы написать гадость. У меня нет времени слушать там экономику, политику. Я занят своей жизнью постоянно. Ну и плюс вот у меня сейчас второй ребенок, да? Соответственно, я посвящаю ему очень много времени. Я хочу, чтобы мой сын знал все, о чем я знаю, только с самого детства. Чтобы он был воспитан в атмосфере того, что ангелы, как его помощники, всегда рядом с ним. То, что они ему помогают. То, что они всегда придут, да? То есть чтобы он уже ощущался в полной безопасности. Потому что я сейчас жесткие вещи скажу, но тем не менее. Если мы реально рассмотрим картину мира, мы никому нафиг не нужны. Ну вот каждый. Например, наши жены нами пользуются, пока мы деньги даем. Не так разве? Родителям мы помогаем. Если родители энерговампиры, не будем помогать. Они от нас отвернутся. Единственное, кому мы реально нужны, кто нас никогда не предаст, это как раз таки Бог. Все. Я не говорю о каком-то Боге религиозном. Я не понимаю вообще, зачем. Я не хочу ничьи чувства обидеть. Но я не понимаю, зачем детям Божьим, коими мы все являемся, какие-то посредники. Мне они не нужны. Я, то есть, это просто чувствую и пытаюсь доносить до других людей. Это просто миссия и все. Она прорастает изнутри. Ты это не можешь объяснить. Когда мне говорят там, что-то докажите. Я не могу все доказать. Мы в сеансах очень много провели. Я много чего могу рассказать там. Я об этом рассказывал. Вот самый там противоречивый этот релс, о котором я говорил, где я говорил, что все души группами приходят на контракт. Их очень страшная ситуация, когда маленькие дети в возрасте полугода покидают нашу планету. Ну, то есть, бывает такое, да, трагические случаи. И, как правило, это для того, чтобы родителей обучить то, что надо любить друг друга и быть вместе, а не зацикливаться на ребенке. Сложный опыт. Ну, да, так. Мы это видели и в регрессивном гипнозе, и в чистках, и так далее. Но, опять же, есть такие вещи, которые ты просто знаешь, что это так и есть. И все. И тебе не надо ничего доказывать, потому что это чувствуется. Я тебе даже больше скажу. У меня есть такие клиенты. Во-первых, все мои клиенты – это мои друзья. Я со всеми дружу, мы со всеми общаемся. И некоторые говорят, я вот у тебя консультацию сейчас покупаю, просто вот, чтобы на линии с тобой повисеть. Потому что так хорошо. Да, побыть в поле пшеничном. Ну, то есть, потому что человек, понимаешь, мозг, он так устроен, он вечно выдумывает какие-то… Мозг – это сатана. Он вечно выдумывает трудности, вечно выдумывает какие-то сложные ситуации. Человеку порой надо просто успокоиться, немножко переключиться, собраться и понять, куда ему двигаться дальше, и все. Поэтому вот некоторые вопросы, которые ты задаешь, я не могу их раскрыть в полной мере без конкретики. Мне нужна конкретика. Если я вот возьму любого человека, я вот, исходя из того, кто он сейчас, что он делает и какие решения принимает, расскажу, что с ним будет через год, через пять лет, через десять и чем он закончит. Ну, давай вернемся к нашему примеру, может, с художником. Давай. У нас к нему остались вопросики. Хорошо. Мне кажется, смотри, вот, допустим, человек, да, занимается своим творчеством. Как ты думаешь, надо ли ему, вот, хорошо, он поработал с убеждениями, да, мы пришли к тому, что ему надо с убеждениями по поводу денег поработать, чтобы у него как-то начало все налаживаться. Вот. Ну, он поработал, допустим, вычислил из себя там негативные убеждения, как бы там все помедитировал, да, денежную медитацию послушал все у него, как бы. Так это не работает. А как работает? Дело вот в чем, что я считаю, мое мнение, да, что, ну, мне 35, многие люди к этому возрасту тоже не приходят к своей миссии, некоторые в 60 приходят, некоторые… Про миссию еще поговорим, кстати, да. Ну, это же, как бы, твое творчество – это и есть миссия, по сути дела. Тут какая картина у нас получается? Я считаю, что сначала ты должен познать вообще все грани того, как вот зарабатывать деньги, как, ну, обеспечить хотя бы минималку и параллельно заниматься творчеством. И когда твое творчество уже приносит тебе денег больше, нежели на той работе, на которой ты работаешь, тогда можешь двигаться дальше. То есть в моей жизни это как происходило? Я много в найме работал. Ну, то есть я и в туристической компании работал, я и официантом работал, я работал преподавателем английского в китайских детских садах, потом я работал на строительной фирме переводчиком китайского. Но я все время формировал другие источники доходов. То есть у меня сейчас 21 источник доходов разный. Один перекрывается, я другой включаю. А этот перекрывается, другой включаю. И они постоянно крутятся вот так вот. И все. Это абсолютно разные источники, поэтому, ну, мое мнение, что, вот у меня, смотри, просто какое убеждение было. Я был маленький, у меня семья, бизнесмены и мама, и папа. У нас достаток был всегда. И мы подъезжали на такси к дому. А пацаны, которые сидели во дворе, ну, как бы с которыми я гулял каждый день, их родители не то, что себе такси позволить не могли. Некоторые даже на автобусе не могли доехать. Ну, это 90-е были. И мне, знаешь, как стыдно было. И у меня с детства сформировалось быть стыдно богатым перед другими людьми. Я с этим работал долго. Знаешь как? Я когда жил в Китае, я одевался в полубомжатскую одежду, ходил по самым дорогим магазинам и заставлял китайцам мне давать самую дорогую одежду на примерку. Я очень стеснялся, меня прям трусило-колбасило. Но вот когда я ее примерял, я просто начал понимать, это просто одежда, она ничего не значит. Главное твое состояние, как ты себя в этом мире почувствуешь. Знаешь почему? Потому что есть одна фишка. Когда мы все умрем, можете со мной спорить, кто угодно, что угодно писать, но у меня сформировалось четкое ощущение. Это было одно из видений в медитации, что каждого из нас спросят только одно. Это насколько ты лично был счастлив вот всей этой кутельме дуальности, которую проходил. Вот представь, я мою жопу своему ребенку, у меня немерено быто, у меня эти синяки под глазами от этого. Да, ну уже так, что делать? Не хватает там выспаться времени. Но я счастлив, потому что я со своим сыном, понимаешь? Для меня это великое счастье, я благодарю. Да, бывает сложно, да, бывает тяжело. Но я себя останавливаю, концентрируюсь, ставлю мыслимаркер, что я очень благодарен, что я могу это время провести с сыном. Мне не надо уходить к восьми утра и приходить к шести вечера уставшему ругаться, я не знаю, грубо говоря, с женой, и там что-то вытворять. Я всегда мечтал трудиться буквально полчаса своего времени в день, час. Сейчас я работаю час в день, ну полтора максимум, ну когда сеанс веду там, например, и все. И график простраивается уже на месяц вперед. Но я об этом постоянно, годами я об этом думал. И так это и происходило. Но я не сидел на месте. Я каждый день очень много работал. Поэтому вот когда говорят, ой, в легкости миллионы зарабатывать, те, кто так делают, когда-то очень хорошо потрудились и поработали. Да, 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 у меня точно такое же убеждение. Не иначе. Все не просто так. Да, поэтому когда видишь в интернете такие, типа, заголовки, там, без блога, без соцсетей, без вложений, без твоей кривой рожи, короче говоря, без всего, заработай миллион за три дня, ну вроде просто охренеть какое предложение, типа, оно настолько вот, ну, какое-то сумасшедшее, и ты ведешься на него. Ну, понимаешь, то есть, как бы, надо иногда просто остановиться, подумать, это реально или нет вообще. То же самое там, выучи английский за неделю. Ну, вот я, например, переводчик английского китайского. Ну, выучи, что ты за неделю выучишь. Hello, who are you? Under all these circumstances, что ты там еще выучишь за неделю. Ну, то есть, такие вещи. Надо всегда, я не знаю, трудиться, прилагать усилия, и трудиться не на 100%, а на 110%. Все просто. Если, возвращаясь к нашему примеру с художником, надо ли ему пытаться разбираться в продажах, в рекламе, чтобы продвигать свое творчество? Или достаточно просто поработать с убеждениями и вкладывать максимум любви и энергии в свои картины? Все должно быть в гармонии. То есть, нельзя быть отлетевшим и делать вид, что у тебя все получится, потому что ты что-то создал, и люди это начнут продвигать. К сожалению, так не работает. Но таких примеров я не видел. Я знаю один тоже такой пример из личного опыта, где человек написал роман очень большой и решил, что все будут этот роман продвигать. Он никому нафиг не нужен. Сейчас так много разной информации, что все от нее устают. Поэтому, если, мне кажется, предложат, ребята, заплатите там 50 тысяч, и мы просто часик в тишине побудем, мне кажется, этот оффер будет великолепно работать. Мы просто посидим, помолчим. Знаешь, как вот эти вот семинары, где люди не разговаривают, типа телепатические мысли передают. Но они же в поле все находятся в одном информационном. Так вот, к теме с художником. Личность должна развиваться по всем сферам колеса жизненного баланса. Если у тебя нет денег, иди работай. Не надо нудеть. Ну, то есть, ой, я буду маму, папу прорабатывать. Иди работай. Устанавливай связь с деньгами. Потом трать их уже в удовольствие. То есть, оно же не работает так, что ты, грубо говоря, заработал, ну, условно, 50 тысяч в месяц, потратил их на удовольствие, и тебе вот сразу же пришло. Ну, то есть, нет. Тебе придется прилагать усилия. Деньги – великолепная, шикарная, замечательная энергия, которая помогает, во-первых, понять, кем является человек, потому что, когда ему даешь деньги, все с него скрывается. Если там есть гордыня, значимость, мы понимаем, что там за человек. Второе. Деньги помогают заземлить человека, который очень отлетевший, и думает, что я буду только своим делом заниматься, а мир там будет продвигать. Мы не в то время живем. Сейчас нужно гармонично развиваться и понимать, и как продажи выстраивать. Ну, видишь, я в своем деле, вот ты сказал насчет рекламы, я пошел тяжелым путем. В плане, я пошел в качество. Я никогда не стремился там к набору большого количества аудитории и так далее. Я даже и не хотел, потому что я знаю, сколько там этого хейта появляется. Это вот сейчас начало просто стрелять, потому что две недели назад я задался вопросом, что мне дальше делать. Ну, то есть, у меня есть клиенты, с которыми я работаю. Я подумал, надо, наверное, чтобы побольше аудитории было. И за две недели с 12 тысяч подписчиков мы выросли вот сегодня до 26 тысяч подписчиков в Нельзя Грамме. В Ютубе до 10 тысяч выросли. Я просто об этом подумал. Просто подумал. Ну, ладно. У меня не было такого. Наверняка ты что-то делал для этого. А я делал все то же самое, что я и делал все эти годы. Я выкладывал видео, я выкладывал посты и в Ютуб, и в Нельзя Грамм. Но блок не рос абсолютно. Потому что внутри меня были блокировки относительно того, о боже, как оно там будет, что я буду говорить туда-сюда. А когда сейчас я уже все подготовил, и я сам уже обладаю опытностью и навыками по работе с людьми, вот уже число приближается к 13 тысяч человек, с которыми я проработал. Представь, 13 тысяч судеб ты повидал. Как ты думаешь, там много разницы, там богатые, бедные? Нет, все мы одинаковые практически абсолютно. И вот когда ты некоторые моменты в этом подсознании переставляешь и в сознании у человека, у человека сразу идут какие-то быстрые перемены очень хорошие. Вот и все. Но я об этом просто подумал, понимаешь? Поэтому то же самое и в деле. Тебе надо позволить себе иметь и при этом действовать. И тогда все будет. Ну, понимаешь, опять же, нам надо этого художника сюда и его разобрать. То есть нужен конкретный пример. Я, ну, вообще не люблю абстрактно говорить. Я вот на приватном канале часто веду разборы, и некоторые спрашивают, что-то у меня сын то. Я говорю, стоп, сын есть? Нет, рядом. Мы о нем не говорим. Мы говорим о вас. Что у вас сын вызывает? Какие эмоции? К одному и тому же выводу приходим. Все внутри человека. И поведение сына создает эта женщина своим состоянием. Все внутри нас всегда. То есть, по сути дела, вот эта вот работа с продвижением, рекламой и так далее, это очень хорошо, это необходимо, но это не основа. Основа твое внутреннее состояние. То, как ты себя чувствуешь и чего ты хочешь. Я никогда не задавался вопросами продвижения. То есть качество, на которое я работал, это выглядело следующим образом, пока я помощницу не нанял. Я с каждым человеком общался, с каждым выяснял, что вас тревожит, что вас беспокоит. Я закидывал огромное количество материала, подбирал, а я тратил колоссальное количество времени на это все годами вообще. Вот я девятый год уже работаю с людьми. Я первые вот семь лет тратил, ну, из них из этих семи лет два года вообще бесплатно все работал и на работе работал, зарабатывал деньги тогда, чтобы там как бы семью кормить. И я понял одну такую вещь, что, во-первых, все, что бесплатно, не имеет дисциплины и толку, нет энергообмена. Второе, я понял, что человеку любому для того, чтобы, ну, скажем, двигаться дальше и развиваться, опять же, нужно смотреть на свое внутреннее состояние и свои убеждения. Когда ты внутри себя понимаешь, так я к этому не готов, я этого не хочу, этого и не будет. Почему, получается, происходит? Я подумал, надо бы, наверное, познакомиться с большим количеством людей. И почему некоторые видео начали набирать по 250, по 300 тысяч просмотров? Я открылся внутри. Я сказал, все, пора, там, считайте меня там сумасшедшим, каким угодно и так далее. Это ваше личное там дело. И это знаю, как я живу. Мне кажется, не всегда понятно, да, вот ты готов вообще к тому, ну, вот, к там, тысячам подписчиков или не готов? Как вот понять вообще это? Очень просто. Если тебе себя приходится уговаривать дольше 4 секунд, значит, душа говорит нет. Все. То есть, можно что угодно мне говорить, но это так работает. Если ты себя уговариваешь и говоришь, да, надо бы, надо бы. То есть, я вообще не стремился никогда никаким подписчикам. У меня не было ставки такой внутренней. Я просто делился своими экспертными какими-то наработками на тему работы с людьми. Я же по образованию тоже там не врач, у меня нет никакого медицинского образования. У меня была моя болячка, я с ней справился. Все. Я это несу дальше в люди. Даже вот те же приступы Герпеса, чем они оказались на деле? Имение в поле энерговампиров и очень жесткая самокритика относительно человека. Убираешь энерговампиров, снимаешь критику. Почему Герпес проходит? Прошел, все. То есть, и фишка в чем-то была, я поменялся, мировоззрение поменялось. И так это работает. И человек, который был энерговампиром в моей жизни полностью поменялся тоже. Звучит как чудо, но в моей жизни этих чудес немало происходит. Я к ним открыт. Вот в чем дело. И все. И если честно, тебе вот даже больше скажу, в моей работе, честно вот сказать, никогда не работал ни маркетинг, я никогда не использовал никакие манипуляции, я даже не умею это делать. Вот сколько Бог присылал людей, с таким количеством и работал. И сейчас то же самое. И все. У меня божественный маркетинг, я это назвал. Есть видео на Ютубе, тоже об этом рассказывал. То есть, ты не паришься вообще там, придут, не придут, сколько есть, и мы работаем. Нет. Если вообще не будут приходить, я пойду таксистом работать. Я открыт к деньгам всегда. Ну, я не знаю, я пойду дальше делать, то есть, это прикол, таксистом работает, надо будет, пойду. Всегда открыт к деньгам. То есть, вот есть такая фишка, что, например, у человека какая-то там услуга стоит очень дорого, а у него вообще нет денег. Это просто было в работе с десятками клиентов, одно и то же. Ему предлагают что-то подешевле сделать, он отказывается. Значит, закрылся от денег. Поэтому тут же главное, опять же, сплошь и рядом такое вижу. Напомню, разрушительный фактор основной, это гордыня и значимость. Потому что у меня-то основной посыл какой? Научить людей перестать страдать и быть счастливыми. Потому что если ты радуешься жизни, жизнь радуется тебе. И не иначе. И все. Слушай, а как ты относишься к такому понятию, как предназначение? И вообще надо ли его искать? Я считаю, что его потерять невозможно. Понимаешь? Что это значит? Раскрой, пожалуйста. Ну, дело в том, что предназначение, на мой взгляд, выглядит следующим образом. Тебе что-то хотелось с детства делать? В определенный момент ты пошел в школу, в университет, еще куда-то и запретил себе это делать. Значит, надо к этому вернуться и делать. Это то, о чем ты с детства мечтал. Некоторые скажут, а я не помню свою мечту. Надо вспоминать. Чего ты хотел? Балериной быть? Иди занимайся. Там раскроется творческий потенциал весь твой. Потому что, смотри, мы же здесь временно, мы все умрем. Понимаешь? Я за свою жизнь просто хочу своих забрать домой, кто готов. Вот. Обратно домой вернуться. В наш божественный свет и перестать в колесе сансары крутиться. Предназначение можно с разных сторон раскрывать с точки зрения там знаков зодиака, с точки зрения там карт Таро, там еще чего-то. Ну, методов очень много. На каждом этапе каждому человеку свой метод помогает. Но, опять же, есть какое-то дело, от которого ты кайфуешь. Вот, например, мне нравилось исследовать людей. Я просто брал туда и 110% втуливал своего внимания и энергии. Каждый день без остановки. Постоянно, то есть. И все. То же самое, вот ты работаешь, к примеру, там. Ну, опять, нам надо взять человека и просто разобрать его. Ну, давай абстрактно попробуем. То есть, получается, ты говоришь, что просто делай то, что нравится, либо то, что нравилось когда-то в детстве, и вкладывай туда 110% своего внимания при условии, конечно, что у тебя есть на это ресурс. Ну, то есть, если у тебя нечего есть, иди, как бы, зарабатывай сначала, да, а в свободное время, вот как ты там в начале своей практики, да, помогай людям или чем-то там хочешь заниматься. У меня тогда не было никакого ресурса, мне не приходилось работать, а как иначе? Ну, то есть, кушать надо, да, условно, вот и все. Поэтому, ну, слушай, я же тоже в Китае, когда жил, нас скинули на деньги, я чуть ли не голодную смерть там проживал. Я же тоже сталкивался в горах, когда мы застряли, и нас чуть ли не спасли с последствиями того, что мы замерзнуть могли. Поэтому я прекрасно знаю, что такое жизнь, и как ее надо ценить, и каждый вздох надо ценить, и полностью, ну, грубо скажу, но вообще плевать на уровень дохода, достатка, всего. Главное, вот насколько ты в благодарности за то, что тебе Бог дал такой шанс просто пожить. Мы все неизбежно умрем. Есть вот два, как бы, стиля проживания жизни. Кто-то живет полную жизнь, а кто-то смерти все боится и пытается все время себя обезопасить и быть в стабильности. Это вообще разные люди абсолютно с точки зрения качества проживания. Вообще разные. Мне кажется, наш подкаст, он отоматически будет людей поднимать, знаешь, по уровню вибрации. Но я же вначале и сказал, что я хотел бы, чтобы люди переняли состояние, в котором я живу. Ну, то есть, оно же немножко иное. Ты же меня сколько лет знаешь? Я же постоянно, давай то, давай все, пятое, десятое. И оно же никогда не гаснет. У тебя прикольно. У тебя состояние такое, оно суперактивное, ну, ты такой вот гиперактивный человек, в принципе, да? Но при этом ты, когда говоришь вот о всяких таких вещах, высокоэнергетических, божественных, прям сидя с тобой рядом, ну, сразу тоже напитываешься этой энергией. Это прикольно. Ну, я же над всеми сейчас луч держу мысленно, и над тобой, и над ребятами. Если расслабишь тело, то хорошо почувствуешь. Это уже привычка. Выработалось за время работы с клиентами. Был один тоже прикол, расскажу просто ради интереса. Пришла девушка с мужем, получается, она очень много матерится и употребляет алкоголь. А я смотрю, у нее там в биополе кое-кто сидит. Ну, там, я давай на него светом. Просто воздействовать любя, да? Когда ты их любишь, они отваливают. Ну, она упала, короче говоря, со стула и говорит, что-то не так. Я говорю, пусть полежит, сейчас в себя придет. С тех пор она не матерится. Просто ты, как бы, направляешь свет мысленно. Так работает энергетическая работа. Мы же в этой оболочке временно, мы ей не ограничены абсолютно. И все. Поэтому все, о чем ты думаешь, все, что ты представляешь, все имеет не просто место быть, но оно живет. И все. А луч божественной любви и света это та наша самая энергия, которая всем нам дана без ограничений. И когда, например, ты от некоторых там супермагов слышишь, что большую светлую сущность может призвать только маг высшего порядка и сидит с такими глазами. Это не так. Каждому это доступно. Потому что мы по праву рождения на это имеем полнейшее право призывать любую сущность, которая нам необходима в помощи в тех или иных делах. И все. По праву рождения мы дети Божьи все. Мы имеем это право. Хочешь Архангела Михаила призови для защиты. Хочешь призови Архангела Рафаила для исцеления. Хочешь призови Деву Марию для исцеления детей. И они всегда придут. А где эту информацию взять? Какую мне там сущность или ангела нужно призвать? Это же нигде не учат. Ты учишь в Академии подсознания. Ну я не люблю слово учу. Я кто такой, чтобы учить? Я еще раз, я обычный человек. Просто я систематизировал огромное количество знаний. И я написал энциклопедию вознесенных мастеров. То есть все те, кто самые святые, вступали по нашей земле. Я обо всех лаконично, максимально написал. За что отвечают. И коротко их призывать, как к ним обращаться. Каждый может мне написать. Я скину ознакомительный фрагмент. Можете почитать. Сейчас будет скоро книга выходить к печати по вознесенным мастерам. Правда она дороговато обходится. Однопечатная версия будет порядка 8 тысяч стоить. Но если честно, я ее писал для сына своего. Я его хочу с ними познакомить с самого детства. То есть ему вот 3 годика будет скоро. Он маленький еще. Но я хочу, чтобы с самого детства он все это внимал. Там очень красивая книга такая будет интересная. А вот, кстати, еще можно ту книгу попросить? Это же не первая книга. Первая была про любовь к себе, насколько я понимаю. Да. Первая книга. Она называется «Книга практика искусства любви к себе». Писал я ее ровно, ну, порядка, наверное, сейчас я скажу, 14 часов. 14 часов. 14 часов. Это выглядело так. Было полтретьего ночи. Меня разбудил как бы мой наставник, духовный Архангел Рафаил. И говорит, давай, поехали, короче говоря. И с полтретьего ночи до, ну, как это происходило, сейчас я скажу, до 8 вечера я ее писал, не отрываясь. Ну, только я там в туалет ходил, я ничего не ел даже. То есть он просто все вот диктовал, говорит, бомби, короче говоря. И я ее написал. И она выглядит очень интересно с точки зрения того, что здесь раскрыты темы законов Вселенной, здесь раскрыты темы взаимоотношения с родителями, денег, то есть всего того, о чем мы говорим. Коротко раскрыта моя история. И самое главное, что, ну, было велено так сделать вот такие вот QR-коды, и по ним можно перейти и пройти ту или иную практику. То есть она так и называется книга практик. Потому что у людей, у всех есть две перезаморочки. Это отсутствие любви к себе, это первое. А второе, это, ну, точнее, перезамороченность и отсутствие любви к себе. Вот это две проблемы. То есть люди морочатся. Что значит морочатся? Ну, морочатся я и объясню. Вот, например, мне люди задают, вот вы там с этими сущностями там что-то работаете, как от них защиты выставлять? Я говорю, их полюбить надо. То есть моя точка зрения не популярна во многих духовных школах. Но я пришел к тому внутреннему состоянию, что мир гармоничен и справедлив, они тоже свою роль играют. Если бы их не было, было бы крайне скучно в нашей дуальности. И все нужно уметь любить. Только любовь трансформирует. Больше ничего. Если мы с чем-то боремся, испытываем негатив и выставляем эти защиты. Выставьте мне защиты. Вырежьте курицу голову, поставьте ее кровью защиту мне. Но это же чушь какая-то вообще несусветная. По той причине, что ты от чего защищаешься? От того, что внешнее равно внутреннему и в твоем мире кто-то на тебя напасть может? Значит, ты позволяешь напасть. И все. Значит, ты боишься. Значит, тебе страхи есть. Выставляют защиты только те люди, у которых есть внутренние страхи. Те, кто просто любят вообще мир, вот все, что происходит с себя, нет надобности защиты выставлять. Лучшая защита – это любовь. Да, да. Так это даже не защита, это наше исконное состояние. Ты не заметил, да, мы все сюда приходим на эту планету, и у нас много непонимания относительно того, вот почему по телевизору вещают постоянно негативные вещи. Ну вот почему новости все негативные, да, там и в конце этих негативных новостей панда Люся родила в зоопарке Олега и Сережу. Ну, понимаешь, да, о чем я? То есть, почему так? В нашем божественном доме все иначе. Мы там живем в любви. Там, ну, существует невообразимое разнообразие божественных проявлений и сути. То есть, там есть ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, престолы, огромное количество, у всех свои функции. И мы там совсем в другом состоянии живем, которое я стараюсь ежедневно культивировать в себе и транслировать для людей, которые со мной взаимодействуют. На прямых эфирах, в разборах, где угодно. Вот если, допустим, даже глянете, разбор называется, недавно мы его делали по здоровью человека, вы увидите, что любую ситуацию можно за несколько секунд вскрыть, о ней не надо там 300 тысяч лет говорить. И тут я сейчас очень важный момент расскажу, очень интересный. Это то, что я выяснил за время работы с людьми, это именно моя личная наработка. Есть система энергофантомов. То есть, кто это такие? Вот я Дима, например. Есть маленькие Димы из прошлого, которые где-то страдают и мучаются. Вот у меня мама в обморок упала, когда мне было 5 лет, и мой фантом, маленький Дима, до сих пор там стоит рядом с мамой и не знает, что делать. Он мучается. Потом меня где-то в школе предали или побили, обидели. Тот Дима тоже в школе стоит. И к каждому такому фантому нужно мысленно пойти, обнять его, сказать, я тебя люблю, ты самое ценное, что у меня, если я позабочусь о тебе. Уходят болезни, уходят травмы в этот момент. Вот так вот нужно работать со своей психикой. Тоже на Ютубе в разборах огромное количество этих примеров. Я приводил, все показывал. Я все показываю, все рассказываю, как есть. Без всяких там ничего не таю абсолютно. Мы с тобой работали как-то тоже с каким-то, получается, моим фантомом. С мамой, с папой и с тобой. Да. И там что-то тоже из подросткового возраста было. Про какую-то обиду там и так далее. Ну то есть и что мы имеем? То есть та обида, она была у нас, получается, в детстве. Она под собой, этот энергофантом, имеет конгломерат накопленных эмоций, чувств и состояний, которые мы рассоздаем в моменте, наполняя тебя светом просто. И все. И не надо с этой детской травмой там 300 тысяч лет работать. И опять же, надо еще глубже копать и понять то, что каждая детская травма, она во благо. Не было бы детской травмы, она бы не сделала тебя тем, кем ты сейчас являешься. Это очень хорошая мысль. Это очень важно понять. То есть получается, все эти конфликты, травмы, они тоже нужны. Обязательно. Конфликты – это вообще хорошо и замечательно, потому что они трансформируют и выводят тебя на новый уровень. Если у человека нет конфликтов, он находится в стабильности, в стагнации и, к сожалению, не развивается. Статуса кого не существует, ты либо развиваешься, либо ты деградируешь. Поэтому конфликты – это сейчас как раз-таки тоже такая очень большая тема. Я уже третий месяц пишу вебинар большой по ней, и конфликты же тоже разные бывают. Есть в активной фазе, в пассивной, есть подавленные конфликты. Мы это все будем рассматривать. Обязательно на телеграм-канале, на моем записке Шаолине. Ну, ссылочку приложим и на телеграм-канал, и на книгу, наверное, да? В электронном виде, чтобы можно было почитать. Про книгу, вот, кстати, к твоей работе относятся. Смотри, какая фишка интересная. Мне пришла идея ее добавить в чат-бот, то есть делать чат-бот со всем, что в книге написано. И на этот чат-бот на данный момент подписано более 4,5 тысяч человек. Да, то есть, когда я, например, провожу что-то, я скидываю информацию, и 4,5 тысячи человек получают информацию, что, ой, вебинар там или разбор, и можем увидеться, пообщаться, да, к примеру. Или какая-то акция проходит. А как ты набрал в этого чат-бота такое количество людей? Да просто говорил, ребят, я просто говорил, что у меня вот, ну, книга, я ее написал, там очень много полезного, кто хочет почитать, типа, ну, вот первые было несколько человек, там порядка 100 человек. Я говорю, оставьте просто, ну, небольшой отзыв, понравилось вам или нет. Она 20 минут читается, она же не длинная. А потом люди начали просто рекомендовать, и все, и каждый день клиенты потихоньку поступают. Вот так. То есть ты везде в своих соцсетях, там, в рилсах, в шорцах, в ютубах, везде говоришь просто о ней, и люди постепенно там туда. Да не, не настолько часто. Я просто записал видео на ютуб, в котором рассказал, ребят, есть книга, есть какие-то темы рассмотренные, вы можете многие жизненные вопросы закрыть, прочитав ее за 20 минут. А кому необходимо углубиться, там, есть QR-коды с практиками, и вы еще лучше над собой поработаете, вот ссылка ниже, переходите, читайте. Я к тому вообще, значит, к вопросу, как сейчас вот экспертам, там, психологам, целителям, коучам, всяким таким вот помогающим практикам, да, и не только, продвигаться в интернете, да, какой бы ты им дал совет вообще, если можешь? О, я бы дал совет такой. Во-первых, первое, самое главное, это чтобы у этого человека был опыт преодоления какой-то трудности. Ну, например, в виде там зависимости, там, алкогольной, наркотической. Ну, это сложные опыты преодоления, но если ты это преодолел, ты можешь помочь другим это преодолеть. В основном так и приходит, мне кажется. Да, да, но есть еще один вариант. Когда приходят, поучились у кого-то, и все, вот буду бабок колотить, зарабатывать. У меня был такой один пример, как бы, которому я знание передал, он так и сказал, все, теперь я буду бабки заколачивать. Я говорю, о, боже, говорю, ты так вообще не мысли, это априори неправильное мышление и подход к нашему делу. Так нельзя. Ну, мы не общаемся больше, потому что у человека кукуха на деньгах помешанная. То есть это не ставка. Ставка – это действительно на вот то состояние, которое ты испытываешь, когда человек пробуждается и раскрывается в божественная суть во время там сеанса чистки или во время того, когда он переосознает что-то. Это главное. Так вот, на мой взгляд, как эксперту продвигаться, любому сейчас первое – это проводить какие-то живые встречи, работать где-то бесплатно, нарабатывать опыт, чтобы потом другие люди могли его просто рекомендовать. Я работаю по рекомендациям. Мы рекламу с тобой, помнишь, один раз покупали. И все. Я понял, внутренне понял. Это не мой путь. То есть тем, кому я нужен, все сами меня найдут без всяких проблем и все. То есть матерые эксперты скажут, нет, надо вкладываться, надо везде продвигаться. То есть я не могу спорить. Каждый индивидуальный, каждому свое. Но в моем случае работает сарафанное радио лучше всего. Ну, ты сейчас нашел еще такой путь, как органический трафик, когда у тебя там рисы, шорцы залетают, YouTube развивается. То есть они за счет органики к тебе приходят люди. Ну, я просто позволил себе внутри себя расширить свою аудиторию и все. Сказал, что пора как бы всем рассказать то, что мне удалось узнать. И все. То есть поделиться этим. И мне это удовольствие. Позволил. Только поэтому это началось. Сам себе позволил. Потому что, по сути, то вот богатство, о котором ты говорил, это уровень позволения. То есть позволительно-разрешительная система, она тебе позволяет что-то иметь. Тогда тебе под это приходят деньги. А если не позволяет, не приходит. А как вот мне позволить иметь тоже там 10 тысяч подписчиков на YouTube? Да очень просто. Ты пойди вот прямо сейчас в это состояние. У тебя 10 тысяч подписчиков. Как ты себя чувствуешь? Ты чувствуешь какое-то напряжение? Где-то блоки? Или тело спокойно, легко реагирует? Тело первоклассник. Оно всегда правду говорит. Оно никогда не врет. Надо всегда через него работать. Вот у тебя сейчас 10 тысяч подписчиков. Как ты себя чувствуешь? Ну, такой немножко дискомфорт. Как бы есть. Ну, вот и все. Значит, пока не позволяешь. Всегда слушай себя. Ты единственный авторитет в своей жизни. Как и каждый, кто нас слушает. Только вы. То есть иногда надо у каких-то людей знаний набраться. Для того, чтобы сатана, мозг, мог опираться на эти знания. Но вот смотри, какая ситуация интересная происходит. Если мы углубляемся за пределы вселенной, там бесконечность. Если мы углубляемся в атом, в кварки, туда-сюда, то есть невозможно все познать. Но разуму надо всегда на что-то там опереться. И мы создаем модели. Все есть модели. А если мы выйдем за пределы этих моделей, знаешь, что там будет? Любовь. Все. Любовь – это есть свобода, это есть выход. Ты все просто, ну, любишь, принимаешь все таким, какой оно есть. Ты благодарен Богу за то, что Он создал вообще все это. Это же великолепно. Ты представляешь, выходишь, люди там в таких кроссовках, в таких майках, там такие-то там рестораны, такие-то места, такая прекрасная планета. Ты представляешь, какая вообще эта задумка гениальная, вот эту вот дуальность создать. Это потрясающе просто. Мы можем только восхититься тем, как это все создано, это интересно. Да, мы попадаем в жесткие ситуации все, но если бы мы в них не попадали, а жили в комфорте, то давайте вспомним эксперимент с крысами, которым все давали, они начали там, извините меня, чпокать друг друга, короче, становиться этими самыми там геями, лесбиянками, и повымирали все эти крысы. То есть, живя в комфорте, мы себя уничтожаем. Поэтому конфликты, сложные ситуации, да, все бывает, но это хорошо для саморазвития. Гармонично и справедливо относительно каждого человека и его состояния, в котором он пребывает. Окей, окей. А если вернуться вот к продвижению, к твоему опыту, да, скажи, как думаешь, важно ли вот экспертам, опять же, да, там, помогающим практикам, психологам, коучам и так далее, самому разбираться в маркетинге, в продажах, как это работает, или достаточно, как ты говоришь, вот просто делиться своими знаниями, своим опытом, работать с людьми, а остальное все придет, не нужно там разбираться. Недостаточно. Я учусь постоянно всему. То есть вообще постоянно. Я помощницу нанял, потому что я не успеваю уже просто обрабатывать общение с людьми, и все, она ведет в соцсети. Потому что я очень много стал на это время тратить, и меньше стал время тратить на творчество, поэтому я как бы взял. Другое дело, что если ты будешь просто делиться и не уметь, допустим, продавать, ты выгоришь и не захочешь этим заниматься. Вот и все, все элементарно. Поэтому, конечно же, нужно разбираться и в маркетинге, и в современных тенденциях, и в искусственном интеллекте, чтобы он тебе помогал. Потому что, когда я писал энциклопедию вознесенных мастеров, я попросил человека, который мне все оформлял, сделать их всех улыбающимися, а не грустными. Понимаешь? То есть там ты энциклопедию смотришь, а они улыбаются. Они дают тебе прекрасный, замечательный энергетический заряд. Они там не грустят. У них хорошо все. Понимаешь? Хорошо. Искусственный интеллект в твоем случае работает во благо. На высокие вибрации. Поэтому я считаю, что эксперту нужно во всем разбираться, придумывать какие-то фишки, прочитать и понять, что продажа – это неплохо, это хорошо. Следующий вариант нашего взаимодействия, который нужно понять, что, вот, типа, говорят, люди на касты делятся, маги, войны, торговцы и рядовые рабочие. А мы сейчас все роли эти проживаем одновременно. Поэтому я и сказал, что если будут какие-то у меня там определенные затыки в одном деле, я пойду работать на другую работу и не буду этого гнушаться. Это нормально. Ничего там страшного. Но поскольку я полностью отдан этому делу, то Бог мне присылает людей и все. Я с кем успеваю, с тем и работаю. И в данном случае деньги – это спасательный круг, как прослойка между теми, кто готов реально идти в работу и между теми, кто хочет подвампирить. Энерговампиров тоже немерено. Они только хотят задавать вопросы и ничего не делать, а потом еще переложить на тебя ответственность. Я таких вычисляю вот так. Очень быстро. Если я понимаю, что человек – энерговампир, я спокойно отказываю. Раньше я никогда никому не отказывал. Я не мог себе позволить отказать человеку, который ко мне обращается. Но я внутренне прекрасно чувствую каждого, с кем работаю. На расстоянии я могу фото посмотреть и уже все о человеке рассказать. И если я понимаю, что это энерговампир, который к работе не работает, я ему ничем не помогу. Потому что, когда ко мне человек приходит, мне его ломать приходится. Все его убеждения. Потом вот этот период приходит, когда старое еще до конца не вышло, а новое еще не зашло. Трансформационный период. И человеку плохо максимально. Это хорошо. Конфликт пошел. Значит, будет и развитие. Простейший пример. Меня спрашивает девушка. Говорит, типа, как мне научиться жить с наркоманом? Я говорю, создай условия, чтобы с ним не жить. То есть, чтобы эти условия создать, что надо? Работать. Где-то зарабатывать деньги. Применить какие-то усилия. Что-то прочитать по продаже. То есть, применить что-то вообще в жизни. Применить. С точки зрения саморазвития. Следующий пример. Живу с родителями, а не могу завести семью. Так, отвали ты от мамки от своей. Хватит жить с мамкой. Тебе уже 40 лет. Пора бы отвалить от мамки и начинать жить самостоятельно. То есть, взять на себя ответственность. Взять ответственность за детей, за семью, за женщину свою и начинать что-то делать. Жить с родителями после 18 лет, это, ну, порнуха какая-то вообще. Мне некоторые пишут, ой, да мы просто в одной квартирке, неудобно, а зачем это? 18 лет вали от родителей. Причем, как можно быстро. Тем более, это про мальчиков касается. Обязательно. Иначе ты будешь стагнировать только и все. И ты не сможешь ни семью создать, ни ничего хорошего. Слушай, а ты сам проходил какие-то обучения вот по продажам, по рекламе, по маркетингу, по написанию текстов там и так далее? Нет, я ничего не проходил, я читал просто. Книги читал? Да. То есть все знания в книгах? Да, я очень люблю читать. Я постоянно читаю. Ну, то есть у меня дети всегда видят, что я читаю. Не в телефоне сижу, а читаю. Вот. Я люблю читать, реально. Я очень много читаю. А как думаешь, как можно привить вообще любовь к чтению себе? Не знаю, не знаю. У меня с детства, в 16 лет была сложная ситуация, когда меня предали все мои, ну, как бы друзья близкие, кого я считал. Сейчас они там полунаркоманы все, слава богу, что мы разошлись. Ну, мы просто виделись с некоторыми. Так, на улице. И зрелище, конечно, ужасное. То есть я очень благодарен. Тогда я очень остро это переживал. И с 16 лет я пытался вот познать, как мир устроен и почему это предательство произошло. Дальше я понял, что это не предательство, а просто у меня много ожиданий от людей, они их просто не могут оправдать, потому что у меня такая гордыня и значимость, и она работает, ну, против меня. И все. И я начал опознавать, читать, 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 чтобы это привить. Ну, наверное, первое, ваши дети должны вас с детства видеть, что вы читаете. А второе, у вас должно быть такое желание что-то познать для того, чтобы это исправить и улучшить в жизни. Мне кажется, это так работает. А если ты ничего не хочешь улучшать, ну, зачем что-то менять? Я думаю, не зачем. Хотел бы тебя спросить, вот некоторые, опять же, там, эксперты, те, кто с людьми работает, да, ну, бытует мнение, что можно делегировать полностью работу по продвижению, по рекламе, по продажам к какой-то команде, к какому-то маркетологу, который сам все сделает, настроит там свои вороночки, трафик, а им только вот с людьми заниматься и больше ничего не нужно. Работает так вообще или нет? Как ты считаешь? Ну, у кого-то, возможно, работает. Все же мы индивидуальные, разные, у всех по-разному получается, ну, и с деньгами, и со всеми. Мы же все разные, у каждого что-то свое. Но, как по мне, просто, у меня жена заканчивала, соответственно, продюсирование, там, целый курс у нее был огромный, полугодовой, и на ее примере была девочка, которая не хотела вообще участвовать в блоге, только с людьми работать, как ты говоришь. Но, маркетолог должен настолько вникнуть в ее дело, чтобы уметь вот всю эту воронку выстроить, и все смыслы, и так далее, он должен жить этим делом, которым живет эксперт. Тогда может получиться. Но, как по мне, эксперт должен свои идеи уметь доносить до людей, как-то выступать, как-то все-таки уметь убедить людей в том, что, ну, давайте с другой точки зрения посмотрим, как бывает, типа, и так далее. Если его нету на аудитории, и все делает за него кто-то, ну, мне кажется, так не совсем работает. Знаешь, почему? Я заметил такую фишку, что, вот, если ты, например, выкладываешь какой-то пост или там видео, и у тебя внутреннее состояние вот такое, ну, надо выложить. Надо. Из нужды какой-то. Из нужды какой-то. Его вообще никто не смотрит. Я думаю, что сейчас энергетика настолько стала первично, что стоит обращать внимание именно на это. А когда ты выкладываешь и думаешь, эх, пусть как можно больше людей об этом узнает, и давайте спорить, понеслась. Ну, понимаешь, вообще два разных состояния, и такие видео набирают всегда. Поэтому, тут, мне кажется, энергетика первична, и эксперт своего дела должен быть в теме. Он должен, как бы, показывать другим людям, проводить какие-то встречи, там, разборы, да, и разбираться не только в своем деле, но и в том, как это дело продвигать, продвигать, да? Я думаю, да. Ну, максимально круто, когда у тебя есть продюсер, который тебе помогает, потому что это две головы. Например, я все сам делаю, да, полностью все сам. Я даже сайты сам делаю, ты это знаешь, то есть, но мне в кайф, понимаешь? Когда-то я тебе помогал. ты мне помогал. первой, да? То есть, мы там вместе даже запускали академию подсознания и так далее. Но я заметил, да, что у тебя такая энергетика, что ты сам, как бы, вот. Ну, там не в этом дело. Дело в моей нетерпимости. Я не могу никого долго ждать. То есть, если мне приперла какая-то идея в голову, как правило, их в течение дня просто немерено, я их сразу же реализую. У меня вот единственный главный принцип, вот, это, вот, ты подумал, ты сразу делай, короче говоря. Если я подумал, и я не сделал, я могу и заболеть. Ну, у меня вот так вот. Потому что я о чем-то думаю, я это не делаю. Нет, это неправильно. Ну, в моем случае я могу, температура может подняться, еще что-то. Поэтому я все отрабатываю сразу. Например, я веду прямой эфир, или разбор, и говорю, ребят, вам надо еще вот такой вот материал скинуть, для того, чтобы вот тут какие-то вопросы закрыть. Я его сразу же беру и скидываю прямо во время эфира. Или я с кем-то общаюсь, например, с клиентом, и я параллельно, у меня основа. Ну, то есть ты интуитивно, как бы тебе что-то подсказывает внутри, что надо сейчас сделать вот такую движуху, например, да, или сделать вот такой вебинар, или вот такой интенсив, да, и ты берешь и делаешь сразу. Да, прямо скажу. Примерно так. меня, как бы, мои ангелы постоянно дергают и говорят, что мне надо делать. То есть постоянно. У меня куча заданий. И порой я у них прошу отпуска иногда. Ну, реального нормального отпуска. Потому что можно так попросить, что этот отпуск будет через болезнь. Ну, понимаешь, в чем я? Вот, то есть я говорю, ребят, ну, все, мне надо отдохнуть, короче говоря. И да, я делаю все сразу, всегда. Вот только какая-то идея пришла, я ее сразу же делаю. У меня вопрос интересный. А бывает так, что ты вот делаешь, и оно, ну, не набирает популярности. Ну, то есть там не собираются люди, вы понимаете, в группу там, или на вебинар, или на какую-то программу твою платную, да? То есть такое бывает, что не выстреливает. Конечно. Бывает. Во-первых, бывает и, что не выстреливает. И как ты к этому относишься, интересно? Я тебе расскажу. У меня есть один очень любимый проект, Сила подсознания, он идет потоково, раз в полтора месяца примерно, я его запускаю. Это проект, который позволяет людям, через понимание того, как устанавливать связь с подсознанием, формировать свою реальность так, как ты хочешь. Там серия медитаций, их 15 штук обычные, гипномедитации, и потом проверка каналов ясновидения, яснознания и яснослышания, чтобы понять, кого взять на перезагрузку подсознания и всей группе показать, смотрите, кто стоит за образами, как они влияют и когда они подселяются. И там в основном все в шоке. И вот как действует неудачный запуск? Когда я внутренне, без энергии, без ресурса, ну когда уже мой быт, ну бывает такое, что я не вывожу быта. Ну очень много. Я вовлекаюсь, стараюсь, при этом у нас, ну как бы няня нам помогает, работает, но вот бывает такое. Значит, это нервная система или физика не вывозит. Да, это выглядит так. У нас, например, через три дня запуск у меня, да, а я вообще никакой просто. И вот под эту вот никакую энергетику идет срыв, и все. Когда я такой, так, ребята, а ну-ка вперед, сейчас будет интересно, будет очень здорово, потому что я реально знаю, что в этом проекте не просто здорово, у людей открываются глаза, то есть третий глаз там тоже бым, и начинает моргать, короче говоря. И вот на этой энергетике всегда все получается, всегда. Но да, срывы бывают, бывают, ты делаешь ставку там на то, вот в моем случае не работает. Я никогда не считаю вообще никакие ни деньги, ни суммы, никогда. И никому о них не говорю. Я говорю, ну да, немножко там выше среднего там зарплата. И все. Вот я не выговариваю это. Благодаря этому я коплю в себе энергию, и все нормально работает. Ну вот в моем случае это является разрушительным фактором на данный момент. А у кого-то может и не так, да? Ну это называется просто хвостовство, скорее всего, и я вообще не склонен об этом говорить. Ну в плане того, что есть коммерческие тайны, у каждого они свои, и это нормально. Вот. Почему вот взрослые люди еще из 90-х никто никогда не говорит, что у нас там куча денег. Они говорят, у нас нет денег, и покупают машины, и уезжают куда-то на дорогие курорты и так далее. То есть как это хвостовство работает вообще интересно? Оно работает по следующей схеме. Если ты хвастаешься перед теми, у кого нет того, что есть у тебя, ты теряешь. Если ты хвастаешься, вот допустим, ты машину купил и хвастаешься перед тем, у кого 10 этих машин, ему по барабану, он обесценит твой результат, и ты будешь хотеть дальше двигаться. Вот с такими людьми можно такие темы обсуждать. Это мое сугубо мнение. Мне сразу кто-то задаст вопрос, а как же блогеры? Они рассказывают, сколько они зарабатывают, туда-сюда. Ребят, они что, показывают внутрянку, как это все на самом деле там происходит? Ну вот прямо именно внутрянку, как они чувствуют себя, идет ли просадка после этого или нет? Я думаю, навряд ли. Ну и другое же дело, что опять же у каждого это индивидуальная тема, это что-то свое. Индивидуально, да. Вот в нашей с тобой индустрии, в инфобизнесе, принято все же, ну особенно вот у тех ребят, кто маркетингом занимается, там запусками, да, у продюсеров, у автоворонщиков всяких, да, у них принято все-таки упаковывать кейсы и показывать, сколько вы там сделали за запуск, сколько там автоворонка приносит и так далее, да, то есть может быть здесь есть какие-то, ну скажем так, принципы, которые мы лучше соблюдать, чтобы делиться вот этими своими успехами? Там принцип очень простой, там идет ставка на деньги, то есть и там каста как раз-таки торговцев срабатывает, то есть и вот торговцы смотрят, там деньги, будем этим заниматься, у меня немножко по-другому все, и внутренне, и в моей работе, ну точнее не немножко, а вообще все по-другому, и все, то есть я, помнишь, ты когда-то говорил, а может быть типа, как бы метод твой запакуем в то, чтобы вот человек мог на нем зарабатывать, и ты покажешь свои суммы, я сказал нет, у меня не на это ставка, у меня ставка, она действительно настоящие изменения в жизни человека, и я не говорю, что это моя идея, она такая абсолютно замечательная, просто у меня так, у кого-то по-другому, и все, то есть у меня нет того, что вот обучись и начни зарабатывать, у меня есть обучись, и как бы сам кайфуй от того, что ты помогаешь другим людям, вот, потому что миссия основная, помнишь, да, моя, это научить людей перестать страдать, это основа, как бы самое главное. Но при этом, получается, из твоего обучения все-таки выходят люди, которые тоже могут помогать другим. Бриллианты я их называю, да, их, кстати говоря, настоящих, хороших целителей не так много, то есть хоть уже и сотни людей прошли, допустим, там Академию первую, и вторую, и ангелологию, но, честно сказать, вот десятки буквально, которые действительно могут искренне, по-настоящему работать, и которые понимали все принципы, о которых я говорю, чтобы работа двигалась. Ну, такие есть, они у меня сейчас в команде, эти ребята, когда я не успеваю там что-то, я им, ну, я их прошу, мне помочь там почистить людей, там еще что-то сделать, опять же. То есть тебе в команду берешь после обучения, таких бриллиантов, как бы они у тебя остаются в проекте. Да, но спустя, опять же, определенный период, пока они там потренируются, и многие навыки наработают, не сразу. Ну, конечно, потому что я могу как бы расширять дело, масштабировать. Хорошо, давай поговорим вот немножко про твое дело, про то, по каким моделям ты вообще работаешь, да, вот ты упомянул сегодня про там… Силу подсознания. Силу подсознания, да, Академию изучения подсознания, вот как это работает у тебя, то есть у тебя есть блок, где ты делишься бесплатным контентом, да, а потом раз там в какое-то время у тебя запускается интенсив сила подсознания. Да, дело в том, что выглядит это следующим образом. Этот проект, он не стоит каких-то больших денег, он стоит там тысячу, полторы тысячи рублей, это вход, он разбит на несколько пакетов, и второй пакет, он идет чуть подороже, это порядка там в обычном варианте, пять тысяч рублей это стоит, когда, допустим, у меня идут какие-то акции, например, тысяча подписчиков пришло, я провожу акции. И вообще запуски делаю под вот количество новых людей, которые прибыли, как бы с желанием поделиться, как бы знаниями. И там идет, допустим, три с половиной тысячи рублей, но это с обратной связью, потому что физически, вот, наверное, те, кто не объясняют людям некоторые моменты, физически всем давать обратную связь, в таких потоковых группах, где там по 50, по 60 человек, это очень напряжно, это очень долго, и это непросто, то есть на это должен быть прям дикий запал большой. Поэтому есть обратная связь, она стоит чуть там дороже, условно. И есть, например, этот же проект, но с перезагрузкой подсознания, тоже по скидке, соответственно. То есть три пакета распределены. То, что ты озвучил, прям очень дешево, с обратной связью, там за пятерку, это прям... Я это понимаю, но это мое служение на данном этапе. Конечно, но, ну, если так оценивать, опять же, это та сумма, которая просто, ну, как будет на определенном этапе в удовольствии, потому что очень многие люди смотрели, как проходит перезагрузка подсознания, с чем мы сталкиваемся, и все заходят в третий проект, там многие, да, кто только знакомится, он может зайти вот там, условно, за тысячу-полторы в самом начале, да, просто поучаствовать, то есть посмотреть, как это все происходит и так далее. Получается, это такой продукт, стартер, да, с которого люди начинают знакомство с тобой уже более глубоко. Знакомство с самими собой, да. То есть, потому что там оффер, да, то есть предложение основное, оно следующее, удели 30 минут времени в день себе и научись использовать ресурс своего подсознания на формирование своей реальности. То есть, я как бы осознанно заставляю людей ничего не делать. 30 минут в день. Зарежу деньги. Да, но это важно, потому что очень многие люди, вот они живут вот этой внешней картинкой, вот как сериал, кино, дети, там работа, деньги, отношения, путешествия, надо за всеми успеть. Вместо этого лучше не куда-то спешить все время и пытаться кем-то быть, а стать уникальным. И моя задача в этом проекте основная, сделать так, чтобы человек обратил внимание на самого себя и на свой внутренний мир. Мы там проходим медитации, воссоединение с собой, когда ты ставишь свой образ напротив себя и по определенным техникам воссоединяешься с ним, высветляя его, и состояние совсем иное. Медитация воссоединение с мамой, с папой, то есть это женские и мужские энергии, это очень важно. Энергоблоки, когда, например, ты говоришь слово «страх», ты чувствуешь, где оно вибрирует, а потом ты берешь этот страх и за секунду его из себя убираешь. Тебе не нужна терапия 200 тысяч лет. И это все разработанные на студии, записанные, медитации, очень классные, крутые. Дальше идут, то есть идет это все через индукцию, то есть человек учится удерживать волны головного мозга на первых медитациях, на простейших, это тета-уровень. Дальше идут гипно-медитации, где ты в лежачем состоянии уже находишься и погружаешься еще глубже, ну то есть это тот же самый тета-уровень, но приближенный уже к дельта-уровню, когда ты практически спишь. И ты начинаешь видеть образы, мистический опыт начинается. И там мы проверяем, как у человека работает ясновидение, яснознание, яснослышание и так далее. Человек потом сам понимает, как этот тонкий мир устроен и что там происходит. Это очень интересно. После этого, когда этот проект проходит, я говорю, ребят, смотрите, у меня есть первая ступень «Академия управления подсознанием», мы там дальше, кому интересно, эту тему продолжаем. Все, вот так это происходит. Дальше, когда мы первую закончили, я предлагаю пойти в ангелологию, то есть изучать классификацию ангелов, как выстраивать с ними канал, как взаимодействовать и так далее. Кому интересно, кому интересно, ну достаточно, все хорошо. И первая ступень, она тоже идет, там первые четыре урока, там их 10 всего, первые четыре, они тоже идут по цене там полторы тысячи. Но это же делается, ну то есть люди, которые не могут полторы тысячи заплатить, ну как бы, значит просто рано взаимодействовать, потому что надо им еще закрыть вот эти вот моменты с деньгами у себя в жизни. Я вот так вот считаю. Я не стараюсь делать это мега там дорого или недоступно. Все абсолютно доступно, но для тех, кто внимательно следит за тем, что я делаю, те вообще практически все знания получают за копейки. Но это те самые бриллианты, которых я ищу, для того, чтобы они могли дальше идти. Эта система называется «12 апостолов». То есть создай 12 апостолов, и они дальше будут нести в мир, создадут еще 12 апостолов и так далее, и так далее. Понимаешь? Ну вот. Я таких нашел пока 5. Это очень круто на самом деле. То есть получается у тебя вот эта сила подсознания на сколько идет? Там 5-7 дней, да? Или 10? 14. Две недели. Каждый день новая медитация, каждый день новый мистический опыт. Соответственно, дальше отчет, дальше обратная связь для тех, кто в пакете, соответственно, с обратной связью. Это прям применимо для обычных людей? То есть в практике, в жизни как это? Для всех применимо. В жизни, допустим, у тебя огромное количество каких-то мыслей в голове, от которых ты избавиться не можешь, а за время проекта ты преобразуешься полностью, потому что меняется твоя психика. Ты успокаиваешься, ты начинаешь замечательно себя чувствовать, ты начинаешь понимать, что твоя мать на тебя орала или отец, или у вас были плохие отношения по той причине, что им чего-то не хватало. А проект помогает все эти моменты закрыть, убрать и переключиться полностью. И у человека начинается спокойствие и пустота в голове наконец-то. То есть без отсутствия, с отсутствием вот этих вот вечно гай-гой-гой, короче говоря, понимаешь? Поэтому проект меняет именно психику человека, перестраивает. То есть мы там даже проходим медитации взаимодействия с архангелами. И люди, ну, каждый имеет, еще раз повторю, полное право с ними взаимодействовать. Нет такого, что запрещено, помнишь, как я и говорил, только великий маг может достучаться. Это не так. Для всех высшие светлые сущности открытые, темные, и так, понятное дело, они обы залезть, короче, но светлые никогда не приходят, если мы их сами осознанно не призываем. Никогда. То есть, ну, они могут прийти в критической ситуации и спасти. Поэтому я говорю, выстраивайте с ними канал связи, общайтесь с ними, спросите, что мне делать в маркетинге, что мне делать сегодня, что мне кушать на завтрак, можете спросить, да, как мне лучше со своим телом поступить. Вообще любые вопросы. Даже так, то есть обычные вопросы тоже у них можно интересоваться. Ну, то есть, это выглядит так, либо ты все свои проблемы несешь с собой вот так вот в мешке тяжелом за спиной, либо ты их как бы передаешь своим духовным наставникам и помощникам, и они тебе помогают, давая ответы телепатически. Ну, то есть, обычный обыватель, который первый раз это слышит, он скажет, ну, у вас, наверное, шизофрения, а человек, который выстраивает этот канал и понимает, как это работает, он скажет, опа, да, я тоже с таким сталкивался, это очень интересно, благодарю, а как можно углубиться в эти практики? И тут нам на помощь приходит вот как раз-таки вип-канал, помнишь, вот, который есть платный канал, в который я, он стоит там 777 рублей в месяц всего, там просто невообразимое количество информации полезной, там огромное количество вебинаров, там огромное количество молитв, там огромное количество медитаций. Я вчера делал навигацию только по этому каналу, там 89 при полезнейших постов и там постоянные разборы провожу. Может этот человек себе позволить? Может. Значит он говорит, что он готов к энергообмену, мне интересно поработать, я откроюсь полностью. А сколько там людей у тебя в закрытом канале? Сейчас 118 человек. То есть они у тебя из открытого телеграм-канала, там кому интересно, переходит уже в закрытые, для более глубокой информации, да? Когда люди обращаются к каким-то вопросам, моей помощнице дана команда предлагать варианты взаимодействия, то есть от, допустим, цены в 777 рублей до там какой-то самой высокой, да, там где идет личное наставничество в течение там, например, месяца, там самая такая высокая цена. Сколько стоит тебе лично? На данный момент это 100 тысяч стоит. Но это я прям человека месяц веду, студирую, мы ему делаем перезагрузку подсознания, меняем мышление, ну прям целая большая работа. И все. То есть вот так вот. И это небольшие деньги, если человеку действительно нужны изменения. Она предлагает, можно вот, допустим, 777, можно, допустим, зайти в личную консультацию, можно пройти сразу там перезагрузку подсознания. И все. И, соответственно, человек сам себе выбирает. Он, например, а может вообще не заходить никуда, ради бога. Невообразимое количество информации в бесплатном доступе при полезнейшей. Вебинары целые, подкасты, да что угодно вообще на том же Ютубе. Грубо говоря, бери, смотри и действуй. Я стараюсь быть людям ненужным, я не люблю эти сцепки, когда я долго веду там человека, еще что-то делаю. Я вижу человека, я ему сразу объясняю, здесь то, 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 надо делать. Не хочешь? Извини, я толкать тебя не собираюсь. То есть, если ты хочешь, чтобы тебя прям толкал, иди уже на личное наставничество, пожалуйста, там уж потолкаю. Но я не сторонник этого. И все люди, кто на личном наставничестве, как правило, туда заходят пять человек в месяц, как-то очень быстро соображают и все быстро делают. То есть, а когда человек, допустим, за какие-то небольшие деньги зашел, он из тебя все соки выжмет. Знаешь эту историю тоже? Поэтому все по-разному бывает. То есть, получается, у тебя модель монетизации какая? Что ты ведешь открытый канал, Телеграм, у тебя есть Ютуб, там, Нельзяграм с Рилсами, да? Ну, и ВК немножко, да? И из этого всего стекаются у тебя люди потом на платные программы. Либо в закрытый канал, Телеграм, либо на силу подсознания, как такой продукт, стартер, с которого обычно все начинают, да? А потом уже идут в Академию подсознания, на первую ступень, на вторую ступень, на ангелологию, это уже как бы третья ступень. Да. Условно, да? Да. Это кто как чувствует, изначально была задача сначала дать азы в первой ступени работы с подсознанием, да? Но это и сила подсознания дает эти азы работы с подсознанием с точки зрения того, чтобы человек научился устанавливать с ним контакт и понял, что это просто. В этом нету чего-то мистического, суперсложного. Это просто. Все легко и просто. Надо просто взять и сделать. Это вся причина как бы. Потому что если ты не делаешь, иначе никак. И получается ситуация такова, что да, то есть идет вот, допустим, там азы первая ступень, вторая — это уже обучение людей от сущностей, очищать, потому что там огромное количество, надо чего знать, нюансов. Очень их много. То есть очень. Там все не так просто, как кажется, даже когда мы открытую перезагрузку показываем. Некоторые думают, типа, а, ну понятно, тут типа все это. За кадром 95% того, что мы на эфире проделываем в момент чистки человека. Это все непросто. А следующая задача была уже познакомить людей непосредственно с ангельским миром, то есть нашим. И вот эти вот миры, нижний и верхний, ну условно назовем, это условности, нет никакого нижнего, верхнего мира, мира там, темный, светлый, добрый, злой и так далее. Это все единое, большое, целое, которое называется Бог, которого мы, ну нас не хватит слов даже описать, что это такое. И вот мы во всем этом как бы живем и получаем свой опыт. Все прекрасны, по-своему, у всех свои задачи, но просто нам выбирать, под чьей юрисдикцией мы живем, либо одних, либо других. Вот и все. Да. То есть и потом как бы люди имеют возможность, опять же, ну по небольшим ценам, те, кто зашли в силу подсознания, потом в академию, пройти те или иные курсы. Те, кто вот с улицы приходят, ну грубо говоря, вот впервые, ну тогда там указаны цены сайта, они, как правило, выше, чем те, кто заходят в какие-то проекты. И все. У тебя раз в какое-то время запускается сила подсознания, туда можно как раз зайти там по акции, да, и дальше пойти по продуктам. Да, если есть желание, опять же. Я же ни в коем случае никого там не гоню. И все. У меня по вопросам все, мне кажется. Вы уже большинство вопросов обсудили, если что-то есть еще сказать, было бы круто. Да, очень много чего есть сказать. Главное же, чтобы тема сама была интересна, и чтобы человеку хотелось, да, в ней немножко не просто разобраться, вникнуть, но и в своей жизни реально применить. Есть, скорее всего, пожелание для всех тех, кто сегодняшний наш подкаст смотрел, оно заключается в том, чтобы, ребята, действуйте, выстраивайте канал связи с вашим, назовите высшим я, божественной сутью, как хотите, и старайтесь быть на высоких вибрациях, не залипая в них. То есть, если у вас идут какие-то эмоции негативные, не нужно зажиматься и думать то, что, о боже, нельзя себе их позволить. Позволяйте себе все, будьте собой. Человек многовибрационен, он движется постоянно от низа к вверху и обратно. Если вы будете себе что-то зажимать, какие-то эмоции, вы неизбежно заболеете. Поэтому будьте собой, будьте честны, проявляйтесь, радуйтесь жизни, и тогда она всегда будет радоваться вам. Вот, собственно говоря, такой посыл. Прекрасно. А для мастеров и экспертов, что бы ты сказал напоследок, которые хотят продвигать свое творчество, хотят продвигаться сами, чтобы у них было больше клиентов, что бы посоветовало? Я бы пожелал каждому поскромнее быть, перестать называть себя мастером или экспертом. Меня это слово очень смущает, особенно, когда выступаю на каких-то фестивалях или семинарах. «О, это у нас там мастер, там Дмитрий, туда-сюда». Ну, не знаю, меня прям… Ты сам себя экспертом по работе с подсознанием не называешь? Нет, нет. А как ты себя называешь? Да я даже не знаю, никак я себя не называю. Вот, ну, как угодно назовите, грубо говоря, но мне кажется, за тебя должны твои поступки говорить, и люди сами должны тебя там как-то называть. И все. То есть, ну, вот я эксперт по работе с подсознанием. Ну, почему я эксперт? Может, есть кто-то лучше, ему, что он там эксперт, понимаешь? Мне просто удалось познать, я думаю, об этом важно сейчас сказать, будет слои работы с подсознанием. То есть, вот эти вот сущности, это самый такой глубокий слой, это работа с душой, с ее освобождением. Потом идут нейронные связи, потом эмоции и чувства, потом уже только мышление. То есть, вот на всех этих уровнях надо работать. Мне удалось эти темы познать в определенной сфере, с ними поработать, за что я очень благодарен всем своим прекрасным клиентам, которых я очень люблю, всем людям. И, во-первых, очень благодарю вас за доверие, спасибо, что вы у меня есть, потому что вы для меня самая большая ценность, вы позволили мне как бы узнать, что у каждого из нас там. И знаешь, что я заметил, что чем больше я с людьми работаю, тем лучше я сам становлюсь, потому что все их моменты, с которыми они работают, и во мне есть. Поэтому всем экспертам я бы посоветовал работать искренне, в удовольствие. И если мы работаем в сфере помощи другим людям, то в первую очередь надо помочь себе сначала на все 100%, чтобы у тебя за спиной было то, о чем ты говоришь. То есть условно, ты хочешь поправлять здоровье другим людям, то есть исцелять их. Сам исцелись сначала, потом, милости прошу, помогай другим. Ты хочешь помогать людям больший достаток денежный обретать, сам его имей. Ну, сделаем так. Вот, допустим, достаток у меня там, да, вот шестизначные числа. Я могу до них довести человека, но пока я туда дальше не принял, я не могу. Я в этом беру, прямо говорю. Следующее. Если вы на какие-то вопросы не знаете ответов, честно в этом признавайтесь, делегируйте, отправляйте людей к другим мастерам и так далее. Ну и четвертое, да, это самое главное, это контактируйте с Романом, он вам все обязательно расскажет относительно продвижения, телеграм-каналов и как в этом можно двигаться. У тебя вообще сейчас лучше, расскажи мне, какие сейчас проекты, вот, и что ты сейчас вообще делаешь с экспертами. Я видел у тебя целая песочница, да, экспертов, если так можно сказать, и ты помогаешь людям, которые обладают знаниями, как-то прийти в интернет и продвигаться. Это тоже миссия, на самом деле, очень большая. Расскажи о ней. Ну да, да, да. У меня сейчас как раз запускается, вот, наверное, уже после того, как выйдет этот подкаст, ну, у меня периодически запускаются такие тоже интенсивы, где я помогаю экспертам за неделю буквально найти, упаковать продукт, написать оффер и сразу сделать продажи, запустить трафик и сделать продажи. Вот. Начинающие, продолжающие эксперты, неважно на самом деле. Главное, чтобы они имели за собой какие-то результаты. Вот. То есть, да, есть такой вводный продукт, по связкам он у меня называется. Я видел, очень круто. Да, да, да. И вот с него мы начинаем как раз. Также есть там тоже и на YouTube видео, и всякие эфиры в записи и так далее. Вот. А дальше уже с теми, кому это интересно, кому это нужно, кто чувствует, что со мной ему там кайфово и продуктивно взаимодействует, да, мы идем там либо в групповой формат работы, либо в личный формат работы, и там я помогаю уже за там два-три месяца хорошо продвинуть. А тебе вот какой формат работы больше всего нравится? Где ты максимально кайфуешь? Я максимально кайфую на самом деле в групповом формате. Да, да, да. Потому что формируется все-таки вот эта вот групповая динамика, когда и друг другу все помогают, и как бы энергии больше. И когда мы работаем с каким-то одним человеком, ну, разбираем, например, да, подсказываем, что нужно сделать, там, что он сделал правильно, что неправильно, другие люди зачастую и формируется всегда такая группа, да, которая друг друга дополняет, и вот когда мы одного разбираем, другие тоже понимают, что им нужно в той или иной, в том или ином моменте сделать, да, чтобы у них было тоже как бы лучше с продвижением, с упаковкой блога, с вороночками там или еще с чем-то, да. То есть групповая динамика это кайф, да. Я относительно недавно для себя вообще открыл такой формат, и особенно мне нравятся именно живые форматы, да, то есть это не курс в записи, там, просто с обратной связью, ну, как-то это скучно для меня стало. Вот, и я понял, что вживую работать с большим количеством людей, вот я стараюсь там 15-20 человек набирать на вот эти спринты, вообще цель когда-нибудь провести спринт на 100 человек, прям максимально такой. А как же ты там вот всем обратную связь держишь? Это очень непросто. Хороший вопрос. Да, непросто. Мне с 20 человеком, ну, как бы нормально справляться, но вот больше уже один я точно не потяну. Я формирую себе команду кураторов, таких же маркетологов, классных, умелых, очумелых, которые просто будут мне помогать, да, чтобы 100 человек, как бы, помочь им запуститься, помочь им там сформировать продукты, с трафиком разобраться. Ну, еще 2-3 человека мне в помощь, кайфовых, грамотных маркетологов, и все у нас получится. Какие эксперты к тебе максимально часто обращаются? Какие у них продукты? Вот психологи, коучи, в основном мягкие, низшие, твердые тоже есть по заработку, по профессиям и так далее, да. Ну, у большинства, конечно, много тоже заморочек всяких, типа, знаешь, там, ну, сделайте все за меня, я давайте лучше заплачу денег, а сам буду заниматься только людьми, ну, как бы приходится, знаешь, уговаривать их зарабатывать деньги. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Да, когда-нибудь, может быть, мне это надоест, но пока еще это работает, вот, ну, и вот эти вот, вытаскивать из них вот эти убеждения, знаешь, насчет того, что вот там маркетологи все за меня сделают, а мне останется работать только с людьми. Нет, мне кажется, что нужно все-таки каждому эксперту, хотя бы базово, на базовых принципах разобраться, как работает реклама, как работает там маркетинг, телеграм или ютуб, в зависимости от того, что вы используете, да, и я рекомендую использовать в связке, да, ютуб, телеграм, например, очень классная связка, да, где мы можем в ютубе выкладывать бесплатный контент, делиться, ну, какими-то полезными вещами, записывать видео, выкладывать там записи эфиров, семинаров и так далее, а с него уже, как бы переливать, что называется, да, трафик в телеграм, ну, а дальше уже предлагать либо там консультацию. То есть у тебя основное общение, да, с людьми идет тоже, как у меня, самое близкое, самое теплое в телеграме. Тебе там проще всего провести опрос, дать обратную связь по тем или иным комментариям и так далее. Так, так и есть. Ну, да, и у меня точно так же. Ну, телеграм как-то сформировался для меня, да, после, ну, скажем так, запрета, да, ну, да, инстаграма в России, мета запрещенная компания в России, да, и поэтому, да, как-то все перетягло в телеграм, он так очень активно развивается, там всякие функции новые появляются. В общем, кайфово, интересно и не так заморочено, как в том же инстаграме, да, что там не нужно, не знаю, какие-то супер там визуал делать или еще что-то. Это просто выкладывать классные полезные посты на такие животрепещущие темы, проводить эфиры, записывать подкасты, да, и просто общаться с аудиторией, стараться быть каким-то вкладом для них. Ну, я заметил, вот наша встреча сегодняшняя, она не случайна. Я знаю, ты недавно с твоим партнером, коллегой разошелся, и у себя в блоге ты писал о том, что все-таки тебе хочется больше делиться, и как-то ты с точки зрения души почувствовал, что идут некие твои личные трансформации. Я думаю, что вы разошлись на как раз-таки и в этом фоне относительно тех целей, которые были у тебя и у партнера. И мы сегодня как раз-таки увиделись и проговорили то, о чем я говорю, да, о внутреннем состоянии больше всего. Я думаю, мы на одной волне сейчас в этом, что действительно нужно людям от души не просто как бы стараться помочь, но и учитывать все моменты и рынка, и энергообмена, и своего личного ресурса. Я почувствовал определенный момент, что вот то, как мы работали до этого, оно уже как-то очень слабо работает, и мне самому нет того энтузиазма, который был вначале. А что вместе сделать, что-то прям новое и фантастическое, ну, как-то вот не приходило на ум. Я, соответственно, понял, что мне нужно просто свое делать, то, как я хочу, то, как я могу, то, как я умею, как мне интересно, да, и на удивление, как бы все рядом было, на расстоянии вытянутой руки, как обычно, да. То есть это просто были, просто мне хотелось, на самом деле, живого формата, группового формата, вот, и я от него максимально кайфую, энтузиазм зашкаливает, и результаты, что самое главное, у людей тоже присутствует. Все довольны, все счастливы, зарабатывают денежки, и все хорошо. Отлично. Слушай, смотри, еще вот такой вопрос остается, да, открытым. Как часто у тебя вообще проходят запуски спринта? Сколько они длятся? Какая стоимость? Как часто? Раз где-то в полтора-два месяца. Я не слишком часто их запускаю, потому что есть еще групповая личная работа, более долгосрочная, да, в наставничестве, поэтому как бы приходится их, ну, так где-то раз в полтора-два месяца. Это неделя, где мы как раз успеваем, в принципе, сделать все, что необходимо, на минималках, скажем так, да, то есть если человек, ну, эксперт, да, у него там есть какой-то дорогой продукт, скажем, сопровождение, там, блок консультации, который он продает, да, или еще что-то, мы помогаем ему сформировать входной продукт, так называемый продукт-стартер, вот как у тебя сила подсознания, да, где с помощью него как раз человек, то есть эксперт знакомит с собой, с, это такой тест-драйв личной работы, да, где люди могут почувствовать, как это, работать с этим экспертом и пойти уже дальше. Вот, плюс помогаем, соответственно, найти связки рекламные, как этот продукт быстро продать сразу и собрать первую группу. А дальше уже с этого продукта-стартера, соответственно, люди перетекают в основную программу или там сопровождение, в какой-то блок консультации и так далее, да, в зависимости, что человек продает, как основной продукт, флагман. Этот спринт стоит 10 тысяч рублей всего лишь, плюс есть варианты там, как зайти дешевле, если пригласишь с собой там друзей, вот. Поэтому супер доступная вещь, как бы практически всем, вот, рекомендую, практикую. А вот ты еще сказал, смотри, инфобиз, да, вот, типа, вот я когда начинал всем этим заниматься, то есть знаниями делиться, еще толком особо и соцсетей не было. Это сейчас обозвали уже инфобиз. Вот что это такое для тебя лично? Как ты это воспринимаешь? Инфобиз это? Инфобиз это, ну, вообще, как бы это индустрия информационного бизнеса, да, и, соответственно, из самого названия мы понимаем, что это бизнес, основанный на том, что эксперты делятся знаниями, вот. И, собственно, и эти знания в той или иной упаковке продают. Упаковка имеется в виду там курсы, какие-то консультации, наставничества, вебинары, семинары, практику, все что угодно. Знаешь, вот я для себя такую вещь понял, что сильнее всего жизнь человека меняет одна простая штука. Это информация. И больше ничего. Только по этой причине мне очень нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. То есть ничего не меняет жизнь сильнее, нежели информация. Поэтому очень важно подходить к изучению той или иной информации таким образом, чтобы она была качественная, а не какая-то широпотребная. Вот я как раз тоже, проводя эти спринты, недельные с ребятами, вижу, как у них меняются установки, как у них меняется отношение к тому, что они делают, как у них меняется жизнь в конце концов, когда они понимают, что они там были немножко в таком как бы в своих каких-то затыках, знаешь, немножко в спаде в каком-то энергетическом. Но вот эта групповая динамика когда создается, когда все начинают что-то делать, когда чеки летят в чат, знаешь, там заявки, чеки, оплаты. И вот здесь люди такие, ага, то есть им, а я тоже хочу. Я могу дать. Да, и мне, мне, значит, тоже можно, знаешь, вот такая вот штука включается. Это очень круто. Прикольно и наблюдать, да. И я вижу, что эксперты тоже включаются в этот момент. И у многих происходит трансформация на этом уровне. Что, типа, что так можно было? Вот так быстро, за 2-3 дня, нагенерить сразу себе там группу, там 5-10 человек, да, провести какой-то мини-продукт, пусть за небольшую стоимость, но они энтузиазмом подпитываются, да, энергией этой, и дальше как бы заводят людей еще в следующие программы. Это, конечно, очень круто и вдохновляет. И меня, и их, и вообще. Поэтому всем тоже советую и желаю, да, вдохновлять других людей своими продуктами, своими, своими знаниями, да, делиться из открытого сердца на высокие, на высокие энергетики, и тогда все будет у всех хорошо. Да, я думаю, на этой прекрасной ноте мы и закончим. Поэтому до новых встреч, друзья. Все ссылки у нас будут в описании под этим видео и на Романа, и на мои соцсети. Поэтому до скорых встреч. До скорых встреч. Спасибо, Дим. Да, спасибо тебе заодно. Благодарю.